так сейчас я все тут короче переменную все что нужно удалю точнее все что не нужно я удалю что-то варди кота гасанулся а Продолжение следует... Так, ребят, короче, кому интересно на кибетике есть ставочки. Каз против Рукзерга, первая игра. Вторая игра Минатыч против... Так, что всё отвалилось-то, не понимаю. Ну, вроде заработал Сергей, такой бетик. Просил я ФОФАНС, что ставочки напилить. В общем, на Мината неплохой коэффициентик. Попробуем 10 по приколу Бакински сюда запилить. Вот. Сегодня играют Каз против Рукзерга, Мината, КРР и дальше Лузера, потом Венера и Десайдер, соответственно, вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Всё, надо Паше звонить. Всё, всем писал. Раз, раз, раз. Так, я здесь, привет, Паша. Привет, привет, Сэрга. Здорово, здорово, Паша, сейчас тут что-то на кипише всем рассказываю, что будет. Ну, всем привет там у тебя в чатике. У нас всем привет, короче, ребят. В общем, понемножечку начинаем. Каз, Бурзер, Кмината, КРР. Тут первые матчи. Он же КРР просто. Ну и как стандартно, в общем-то, спотом Лузера и Б5. Линерский матч, Б5 Десайдерский. Вот такие вот дела. За кого будешь болеть? Так, сейчас... Ну, я, как обычно, за наших. Ну, не знаю, КРР, я думаю, как бы претендент на выход тоже по-любому, как бы, из группы. Вот явно и аутсайдер, как видится мне Рузерк, не знаю, потому что его редко видно, а очень, как бы, вот. Он на Америке еще играет, то есть, ну, на Америке, на Европе я не видел его, может, он тоже играет по каким-то баркодам. Ага. Ну, вот на Америке с ним встречался, то есть. С Рузерком? Да, да, да. Ну, прям, интересно, что это он там. Да, да, но у него, кстати, есть такой недочет, по крайней мере, вот я заметил, когда я с ним играл ТВЗ, то, что он играет в один стиль и не делает выводов из разведки, то есть, то, что он увидел, например, что у меня механика, пофигу. Линги, масс, линги, масс, линги, там, в таком духе. Понял. Каз спрашивает, можно ли с баркоза. Если такая, что Каз. Да, сейчас все равно никнеймы все, короче, кривые, поэтому с баркода, не с баркода, по-моему, тут разница мало. Ни где будет Казак, ни где будет Казак. Да, точно. Это точно. Вот, вот такие вот дела. И, кстати, наверное, многих волнующие, интересующие вопросы со вчера, как и меня. В чем принципиальность-то вчера была в итоге, ну, почему ты хотел именно, чтобы первый черкать? Да, 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 бывает, потому что играет лучше, чем я, но это сейчас понятно. Но, вот, поэтому я хотел начать с первой картой, как раз его немного удивить, и, поэтому, ну, чтобы начинать, чтобы начало шло именно за мной, знаешь, как задать сразу турнир, ну, точнее, серий всей. Поэтому, блин, мне было и важно, я и планировал, что я первый, буду, как бы, первую карту, я и хотел сразу, я и планировал сразу, вот. Ну, ладно, раз пошло, так пошло. Ну, понял. Не, просто там, смотри, как бы, там получилось как. Так, это просто, ну, то есть, никто об этом и не думал даже, как бы, а вот о важности черкания, что, как бы, это вообще вопрос возникнет. То есть, как бы, мне скинули первоначальные группы, там пацаны, примерно, раскидали, как бы, Юра, как, и там оказалось, там, ну, там, Стрэндж, Касса и Гуру в одной группе. Ну, я сказал, что давайте, ну, посеем, как бы, потому что, все-таки, объективно Гуру, да, как бы, там, он на уровне Кассы и Стрэнджа примерно сейчас, чтобы они, как бы, были все просто в разных группах. В итоге мы, ну, как бы, Блай, Касса, Гуру и Стрэнджа, ну, просто в разные посеяли, а там я уже не следил, потом дальше, как бы, накидали, там, то есть, сделали вторую корзину, там, как я понимаю, примерно. Да, да, я с тобой поговорил, но в этом плане это объективно, это я согласен, то есть, по уровню игры, это все нормально. Но мне вчера было важно другое, чтобы я первый черкал. Ну, я понял, ну, слушай, тут так получилось, что, ну, просто, тоже Блай, что-то, как бы, если ему, ну, Блай любит, мне кажется, подбирать любит, что, типа, ну, ему было все равно, но потом ему вот стало очень принципиально, что, как бы, вот, так вот было. Ну, не знаю, если, как бы, ему все равно было, мог бы дать и те черкануть, я просто, ну, сразу об отыскал, просто, ну, короче, проехали уже эту тему, как бы, все нормально. Ты, ты вышел, и Блай вышли, как бы, единственное, что, ну, второе на первое место попадется, как бы, вот, это единственная штука, как бы, да. Только надеюсь, что не на группу Б, а остальные группы, как бы, нормально. Слушай, а я пока не следил за посевом, как бы, ну, было два варианта, конечно, А, Б и А, С, Б, С, Б, Д сделать, я вот не знаю, что там, как бы, вот, цены решили, в итоге, я даже сейчас не скажу, как бы, как, ну, что и как там, вот, с этим. Мне в чатики прикалываются, говорят, пусть К с Реоном заходит. Реоном? Да, да. С Реоном тоже по, 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 это. А, ты же, ну, не слышал, вообще, как, вот, ну, Аверс, когда разбирал реплеи, потом, как Теренвик, мы же с ним созванивались еще раз, как он потом пытался, там, объяснить, что, вот, почему IP, там, совпадали, там, и так далее. Ага, ты же, ну, не слушал вообще. Когда, просто, ему, как, знаешь, говоришь, типа, вот, ему Аверс говорит, ну, вот, как так получилось, там, IP, там, вы, наверное, в одном доме были, и вот, знаешь, когда Теренвику надо что-то отвечать, он такой, говорит, ты че меня грузишь, знаешь, такой, в таком духе, то есть каждый раз. Вот, программу Кугуар там показывал по ходке, как нажимается, что вот Бёрнингу уже доказали, что это Бёрнинг чисто нажимал, то есть, хоть он поменял ходке, но, знаешь, по привычке нажимал там цифру 4, вот, и Теренвик такой, говорит, а сертификат есть на эту программу, блин, это вообще жесть, ну, как бы отжигает. Слушай, ну, так-то, ну, короче, молодые махинаторы, как бы, ну, не прокатило немножко, ну, че, не, ну, просто на самом деле, я уже говорил на предыдущем стриме, в наше время, как бы, когда я был молодой, я такой наглый не был, как бы, реально, не знаю, что тут, блин, кстати, я... По-моему, сейчас, короче, вот, забыл я это. Ну, видишь, уже получается... Ну, то есть, надо было сказать, ну, сыграл там, как бы, да, ну, че-нибудь мы придумали, по крайней мере, что отдали бы ему, там, призы, как бы, заквали, там, не знаю, ну, там, дисквалифицировали, может, как минимум, да, ну, а когда уже люди пытаются так идти, ну, до конца же, как бы, не все же, ну, дураки, как бы, ну, я не знаю. И, тем более, это, ну, не самый честный российский суд в мире, да, где, там, типа, залепил какую-нибудь хрень, как бы, пробашлял. Они, видишь, они просто рассчитывали, что, типа, мы не сможем доказать, то есть, не будет никакой базы, то есть, в этом плане. Ну, да. Не, ну, на самом деле, тут прикол в чем, то есть, например, ну, Коу, да, как бы, заморочился, я бы, может быть, вот, я, к сожалению, как раньше, я, может, и запариваться не стал, ну, слил, слил, подумал бы, ну, нахрен, короче. Я слил срок мертвый, как бы, да, там, какому-то непонятному мертвецу, чё, как бы, там, заморачиваться дальше, и забил бы, например. Ну, вот, Коулс, ну, дал момент, и в итоге выяснилось, что так, как бы. То есть, тут такое дело. Всё, парни, теперь, Паш, будет лучше слышно, я забыл, что там скайп этот, короче. Ещё будет прикольный момент, если Когуар вообще выиграет турнир. Ну, это да. Это было такое, знаешь, что было, короче говоря, то ли по зиме, нет, не по зиме, по лету, что ли, был, короче, турнир в Китае, я забыл, как он называется. Там Ютермал вообще не должен был играть. Он кого-то заменил, приехал и нагнул всех, короче. Да-да-да, хорошо. Помню-помню. Название не помню, но сам турнир, да, вот этот факт очень крутой. Ну да. Так что, Коул, Коул все шансы. Так, ну что, Розерк, скорее всего, будет играть в лингов, как он любит. Он не любит роучи, он маст любит линги, линги, мута, то есть такой вот стиль игры. Можно сказать, стандартно. И вот как раз-таки его слабость, это недостаток, то есть перестройки. То есть он постоянно одну и ту же линию гнет, хотя, может быть, он, конечно, изменил сейчас свою... Втору Розерк. Да-да-да, свою стратегию. Не, ну посмотрим, тут как бы интересность... Ну, очевидно для многих, да, что как бы сможет он поконкурировать с Касом-то вообще как бы здесь или нет, потому что явный фаворит Кас. Да. То есть у Каса еще тоже много таких брешей, как бы, в игре у Иона. Ну, вот в стратегиях, то есть, но он уже там с Сортофом с кем-нибудь как бы катает неплохо, ну, там, на том же Голфу ОСК, там, ну, с нормальными такими зергами. Вот эти гелики циклоновые неплохо получаются. Но вот есть момент, что, да, как бы, когда его начинает контрить, у него как-то уже на более, значит, такой лейт. Ну, нет перехода, то есть, вот он теряется пока еще, ну, надо просто на опыта побольше получить, видимо, я не знаю. Ну, да, да, вот здесь есть такие мелочи. Но это, да, все приходит с опытом. Плюс еще то, что сейчас постоянно еще, ну, патч недавно относительно вышел, и... То есть, тоже такие маленькие вроде бы патчи выходят, но теперь вот как вайперов, например, понерфили, и к ним еще, знаешь, по старинке начинаешь думать, а, сейчас как-то прилетят, зеленку кинут, танки перестанут действовать. А новые вайперы, они гораздо слабее, чем старые, поэтому, то есть, танки сейчас чаще и чаще начинают использовать все, даже, ну, механизация, билл и так далее. Получается, не 10, а 6, да, секунд, как бы, вот эта тема. Ну, да, заметь, так она значительно, прям, быстрее спадает, вот. Да, терянов, это очень круто. Димага говорил, что это все теперь слабое, а теперь Блайдинг Лауд вообще почти не действует. Ну, действует, но мало времени очень, не хватает. Ну, все-таки тут просто прикол в чем, то есть, в первом Старкрафте все-таки, да, там, например, если сравнивать, параллели проводить, там всякие, там были касты, которые, там, тот же стадис, там, минуту, да, почти, там, 59 секунд он действовал. Но там ведь было, как бы, ну, тяжелее его кинуть, и юниты меньше лимита занимали. А здесь, получается, у Тирана есть, в мехе, там, допустим, в миксе, ну, там, я не знаю, 16 танков, это уже, как бы, по три лимита, да, как бы, много, плюс дополнительные юниты. Ты их там в кучу поставил, два Блайдинг Лауда, все, они вообще все не стреляют, то есть, фактически, весь огневой лимит, там, за площадь, да? Да. То есть, либо напрашивалось, либо им рейндж снизить, либо, там, время, как бы, на действия. Да, и в первом Старкрафте еще было, что очень, ну, еще дополнительная сложность, то, что надо было каждого кастера отдельно выделить, там, это все проконтролить, это очень тяжело, конечно, ну, те, кто в первой Старкрафте не играли. Ну, это тяжело, да, хотя, вот, сейчас, что я, там, в нем ASL-чик стримлю, сегодня тоже было, вот, там, ну, какие-то странные. Ну, я смотрю, так, вроде, сейчас играют первые в Старкрафте, в Корее, там, реально, залы полные, как бы, ну, ну, как-то, может быть, я придирчивый, ну, по-моему, вот, уже послабее уровень, чем в восьмом, там, девятом, знаешь, году был, как бы, седьмом, десятом, там, ну, седьмом, может, нет, он подальше, ну, восьмой, девятый, десятый, как бы, ну, то есть, там, тогда они, ну, уже полноценные прогеймеры были, да, как бы, там, и еще молодые, а сейчас уже, как бы, видимо, они, ну, не тренятся прям круглосуточно, и народа, наверное, уже не так много, ну, то есть, как бы, нету, как бы, чудесного, там, суперконтроля, там, Джей Донбовского и так далее, там, ну, так, все равно. Да, команд тысяч тоже нет, то есть, у них, как-то, между собой, тяжело тренироваться, там, все между собой получатся конкуренты, то есть, все самые активные, они участвуют на турнирах, и потенциальная эта конкуренция. Я об этом и говорил, спрашивали, кто-то там, ну, много ли играют, ну, что, как бы, там, тем более, в первом Старкрафте нету поиска на ладрес, ты вручную, там, ищешь, с кем играть, и получается, что, да, ты, как бы, фактически, они друг с другом и должны-то играть, трениться, вот эти топовые игроки. Да, такая неприятная ситуация, получается, для игроков постоянно. Ну, да ладно, что мы, все о первом Старкрафте, да. Да, тут у Касса, опять же, и вот факты, вот тут Касс заменил все билды вот этим билдом, как бы, через факторки сейчас, и реально, он, как бы, его заточил уже неплохо, но, как мне кажется, опасно полностью отказываться от игры, и вообще, хотя бы чуть-чуть иногда в Биллу. Да, да. Тут же инновейшн отыгрывал, как бы, да, там, целый финал, да, там, как бы, нормально вполне, чем полуфинал в Бу-5. Да, да, да. Но в целом этот билд очень хороший, то есть он очень мощный, и здесь с зергом, то есть, ну, вот, единственный контр, наверное, самый лучший, это 2х-то мута, все остальное уже более мута, да и то 2х-то мута напрямую все равно не хватает, лишь т.к.к.с. немного зажимается, но в целом он не хорошо разменивается. Ну, лингов очень много сливает, зергу королевы дэмэджены, и королевы не могут противостоять, видите, уже холбаты, и сейчас уже линги еще тяжелее будут отбивать. Как заметил, каз как-то постоянно до холбатов идет вперед, ну, как бы, он разменивается с одной стороны, но как-то вот поаккуратней, что ли, ему по-это делать, побольше к этому моменту, да, затрансформировать, так вообще бы печаль бы у зерга была, но тут и так печаль, по-моему, да, получается. Да, тут у зерга на самом деле все очень плохо, потому что здесь, хотя что вот батл гелионов окружил очень-очень неплохо, но приезжают новые батл гелионы, и теперь уже их надо тоже как бы окружать, хотя здесь пока еще гелионы, но все равно уже так очень близко, на самом деле, общий с улкассы немного разъехали с гелионы, там один вперед куда-то вылез вниз, но у зерга хата вообще пробита, у него третья базы не добывает, хотя улкассы сейчас тоже третий сеток и пошел, но в целом хочу как с колбатов сейчас не трансформить, типа контроль. То есть типа отсюда, а у нас может быть хочет этих от бэрингов типа отъезжать, но не всегда получается. Ну отъехал, отъехал, да, просто вот в каких-то сортов он там, помню, ингов, касса реально много, вот он там пару раз реально кому просто на клики сбрить, то колбатов не затрансформен, то как бы не пытается вот там, знаешь, там типа юниты разные у зерга выходят, и как как бы окликом тиран все бьет, бьет, а нужно иногда там колбатика в роуче, ой, циклончик в роуче переправить, там и вот в итоге там это все как бы неэффективно получалось и реально каких-то крок не хватало в некоторых трансформах. Забегание натурал, там еще тоже идет. Да, забегание два гелиончика минус, ну здесь два циклона вовремя уезжают и... Да, они разберутся. Забрались, надо вычинить одного из циклонов и касса отступает назад, 52,81 как-то ну, в два раза больше у зерга потери, но самое-то главное, что экономика печали везде, вот в этом направлении печали, у касса еще плюс один будет сейчас. Да, то есть здесь вообще получается по всем фронтам, и сейчас зерга, если даже перейдет в роучей, у него не будет нормальный контроль к циклонам, то есть циклоны начнут просто такие сейчас раздавать, ну там со своими плюс один, у зерга грейдов-то вообще сейчас пока не предвидится, вообще. Ну, то есть очень сложная ситуация, хоть и зерга, конечно, поставил сейчас два экспанда, но... У него, опять же, лимит армия, которая получается в будущем, ну, то есть для тирана вообще удобная, просто масс-линги. Чем больше гелионов, тем слабее становятся линги, а линги-то уже построены, то есть они должны что-то делать для зерга, а ничего сделать не могут. Да, да, они вообще здесь ничего будут, да, не смогут предпринять. Еще вот у касса как-то... А, ну тут фактори, вот как только вот эти три добавляются, как по мне, что-то, ну вот синее пламя-то, по-моему, неплохо было бы сделать бы кассу. Вот, и, кстати, смотри, он видоизменил билл, получается. Он, по-моему, вот с ортов он, я помню, играл, он не делал два тора таких ранних, как бы, насколько я помню. То есть это антимутка чисто вот под вот этот шпиль, получается, ранний. Да, да, причем он думал, знаешь, что, может быть, если бы Зерг не ставил вот хату в центре, и по сте заказал раньше лейер, то у него могла бы сейчас вот хат мута вылетать. И вот в этом плане, конечно, ну вот контракт к этими циклонам и гиллионам, это самое лучшее, это именно мута. То есть циклоны сейчас очень слабо по воздуху атакуют, поэтому если так неожиданно вылетит мута, она может очень сильно поднапрягать. И поэтому вот тора в этом плане очень хорошая тема. Тем более сейчас уже второй играет на атаку, сделался почти наполовину, то есть уже это... Так, а циклончикам за атаку по единичке дают, получается, что ли? Да, 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 да. Но они там, зато у них получается ДПС, конечно, возрастает просто офигенно. Ну то есть если армор не делать, то это вообще супер, вообще им эффективно получается. Да, да. То есть если против них гвардин включаешь, это вообще жесть, ну то есть если циклон без акбрейда на атаку, он вообще по единицы начинает по всем наносить. То есть у Зерга такого нет, поэтому ну Зергам надо делать грейд на броню. Но сейчас у Зерга выход вообще здесь получается. Экономики нет, технологии только мута, ну то есть вообще и печать. Ну да, тут все печально в начале у Зерга было. Ну мне вот нравится у Кассос, что у него так рано пять факторей этих, у него прям реально такой боевой вот лимит вот этот вот как-то прям ну хорошо заходит. Да, мощный, 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 очень мощный. Здесь очень непросто будет, я думаю, Розерга во второй игре просто перестроиться под этот стиль, потому что если Касс уже наиграл, а Розерк привык играть линги, бейлинги, муту, то это все сразу надо менять всю игру кардинально там от начала до конца. А как это так быстро сделаешь? Да, и две атаки уже у Касс, по-моему тут просто надо нажать хелбатиком Е там или что-то. Да, 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 трансформацию и все. Чуть-чуть их развести по фронту как бы, чтобы они не чисто куча одной шли, а клик вперед нажать просто Кассу и... Да. Ну здесь уже все, это предрешено на самом деле. Даже без хелбатов, может даже лучше, гелики допустим бейлинги без мула, там они с покатушками были, вот ага, да. Танчики на Сиджи. Тут изи для Касса. Да, один, да. Казак побеждает. Ну я думаю, здесь будет интересный еще матч, конечно, во втором, я надеюсь, что победит Минато против КРР, и потом противостание если здесь побеждает Касс, как раз-таки Минато против Касса, причем Минато же знает, как Касс играет. Да, было бы интересно. Но Минато КРР мне кажется у КРР будет такое равное противостояние более-менее, как, мне кажется, может быть. Да, да. У него 6000 ммр, то есть, он такой очень неплохой протос. Да, да. Ну и Минато, как бы, тоже неплохой зерк, и он не обычно там через милишности любят с процессами играть, вот. И, может быть, Кэр не готов к этому. Так что, вот, посмотрим. Антоха. Так, ребят, всем привет. Сейчас смотрим группу Б. Торнир ГГ года 2016. Играют Кас против Рузерга. Первый матч. Счет уже 1-0. Кас ведет, ведет. Вторая карта Daybreak. Но вообще, эта карта здесь, опять же, тоже такая довольно-таки удобна для этого стиля. Гирионы, циклоны. Но вот Рузерга, если он раньше начнет строить Роучи, Реводжеров, то у него, ну, он может пободаться. Если он опять начнет строить Маслингов, то это все. Это будет печаль просто. Ну да. Я думаю, что Кас, ты прав, потому что Кас стиль не изменит здесь, скорее всего, как бы. И вот это очень важно против... В принципе, очень важно в Старкрафте начало хорошее. Но вот против этого мех билда, то есть, если ты вначале нормально не отбиваешь, он как снежный ком, этот, сноуболит, как бы, что называется. Вот, там он копится, 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 там, циклонов, гилионов больше, все тяжелее и тяжелее. И с первый раз принял нормально, то там уже, как бы, сразу вздохнуть с облегчением. Можно Зергу, там, дронов закатить, третью хату, я не знаю. Крип распространять, да-да-да. То есть... А так, получается, конечно, будет очень сложно. Тем более, вот если Линги играешь, то делает ранний пул у нас Рузерга. Он решает немного понапрягать Каса. Кстати, возможно, он будет делать очень ранний Реводжер Пуш, потому что сначала побегут Линги напрягать Экспанд, потому что Кас в предыдущей игре не делал разведку рабочим, он сразу Рипером летел вперед. Соответственно, Рузерг сделал из этого вывода, что можно понапрягать Лингами. И так как будет ранний пул, то можно сделать довольно-таки ранний Роуч Пуш. Да-да-да. Так что в этом плане может неплохо сработать эта стратегия у Рузерга. Но посмотрим, как поступит Кас. Во-первых, полетит ли он Рипером сразу на разведку вперед или все-таки оставит Рипера дома? Потому что от этого начнется уже... Потому что если он быстро убьет первых двух Лингов и полетит вперед, то Рипером можно будет увидеть Роучи еще у базы Зерга. Если же Линги прибегут, когда Рипер где-то будет находиться на половине карты Зерга, то Риперу придется возвращаться. Потом, пока он полетит вперед, Роучи уже перейдут на половину Тирана, и там, конечно, будет уже тяжело. То есть Касу придется отменяться вторую факту, но в общем, такая тяжелая ситуация будет. Но посмотрим. Может быть, не будет Роучи Варена, может быть, это просто такой небольшой... Хотя нет, вот построил четыре... Шесть Лингов построил Роузерк. Ну, надо обегать, да. То есть, как бы, кстати, ну, вчера заметил, что пару раз Блай тебя такой темой удивил. Да-да-да. Лингами. Вот. И вот как-то выбил, мне кажется, немножечко эскелития еще Хатой, как бы, ну, против Блая, блин, надо проверять Хату. Я, если играл вообще бы, мне как можно, ну, хоть двумя рабочими ездить. Да, потому что... Я последнее время Блайну даже не то, чтобы в Бо-5, а в Бо-3 стабильно разочек-то дало, то ему у него прямо это вот... Не знаю. На генетическом уровне уже вписалось просто в каком-то, я не знаю. Что даже если его дети играли бы в Старкрафт, они бы тоже Хату ставили где-нибудь. Да-да-да. Заходит, поэтому... Яурсалачи активировал премиум на ваш канал. Не спошла, то есть линги напрягают, напрягаются цешками, цешками достроиться или нет? Похоже, что достроится, хотя очень близко будет. Хотя нет, достроится все-таки достроится. Да-да, строится, ну, блин. Хотя, смотри, тут еще секунду строится, там 8, КСМ-ку сгрыз. Не, ну, тут гелики вышли, да. Чуть-чуть не хватило. Ну-ка, съема, ну, дает. Умудрил царь пера отдать на немогленном линге, да, как бы. Он такой, говорит, ну, ладно, забирай его, все, он мне не нужен. Он отработал свое. Он не разведал. Жестокий КС, да. Не разведал в расход. Все, как бы, с цеха подгрызли. Так, а здесь, так, погоди, тут тре-роучи, лингис мун. Ну, кстати, вот сейчас ручи вперед, если там отгонят, например, геликов лингами где-нибудь сныкаться бы, только единственное, чтобы вот в тыл бы забегать гелионом бы, да, как бы, пока они от ручей будут наступать. Если как-то либо окружить, ну, то есть, да, попытаться не дать, допустите, если не дать, конечно, скопить количество критического, там, гелионов, там, штук 6-8, тогда уже, конечно, тиран становится сложнее. То есть, а если тиран накопил, ну, как сейчас приезжает, он увидит, что есть гронов, нифига нет. Да, заезд геликов пойдет. Пошли реводжеры вперед. Линги забегают, там, он трал. Линги наружок, кстати, забегают. Можно понапрягать, геликов все, циклона можно отменить. Циклон это, минус, значительный ДПС не получается, вот, отменил. Циклона уничтожил. Ну, три строятся сейчас все-таки у кассы. На другой стороне тоже поздновато, поздновато. Ну, короче, уже пришли, как бы получается, а если реактор же сбить, там один сразу будет строиться, да, да, да. Цц х, ТДМ уже, значит, фаерболить ему можно. 500 хп, все, сразу же. А, ну, почитаю, до сюда налетируют зертнорам. Не, ну, вообще, как-то должен отбиваться, я считаю, понять. Ты, 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 отменил, блин, последнюю секунду вышел просто циклон. Ну, могло бы 2 у сейчас быть, если бы добил реактор, касс отобьется в итоге по рабам он в плюсе как бы вроде как цепь тут пытается сделать но ведь это улын и указ рабочих до сих пор больше так кассы и штамм рабов вообще не было но убрали поэтому ему главное здесь просто от этой волны выдержать ох ну ладно сам кладу накрыла ну вот сашку конечно терять не стоит если цешку касс потеряет конечно zerg его улын можно сказать принесет плоды то есть можно будет переводить игру в макро но зарпытать зайти срабочет повторями кривейшим образом заходит рауч и прямо тут вообще растерялся zerg то есть и у нее состав армии такой ему не хватает дотекания то есть если линги там все немного позже чем он хотел пришло поэтому здесь конечно не уже не знаю что он собирается сделать потому что но экономика совсем печальная хотя он подстраивает там вроде рабов еще собирается переходить в макро но проблема вот этих улыбнов сейчас есть секунду сервисами просто что ответная атака пойдет терранс может подстраивать рабочих а зергу надо подстраивать и рабочих чтобы как бы по экономике не оставить и при этом строить армию чтобы отбиться ну да я подумал знаешь как бы единственный шанс тут ну все чуть больше юнитов нужно там иметь несколько лингов там штук 5-6 рейлджеров и там по одному паербольчику пытаться тирана на рамке как-то выдержит некоторое время там пока халявить например в лейр выходить но все равно как-то это разбирает касс но тут уже боевой лимит и говорит обо всем то есть уже очень сложно причем это такой лимит да у тирана это не био которое там нужно дождаться стимпака щитов то есть можно прям сразу ехать и к и точку сбора вперед можно ставить да то есть тут понятно что не ну забегание может быть лингами какое-то там но сейчас армии будет от 2 клуба то оставил все да то есть рука с решает еще такой по более надежным то есть по сбил сначала оверлорда поехал по нижней дорожке езда батл гириона просто трансформируется заходит но и все то есть уже для розыгрышей все печально экономику то он более-менее сделал но вот армию армию да заходит касс минусует да там в арбулы падают конечно пять склонов очень больно делаю здесь с рабочими тоже как бы против них не особо не повоевать не стоит они каш могут потанковать но все клона по всем неплохой дпс ну по тяжелым естественно по серьезнее чем против лёгкий указ еще то есть решает не рисковать и боится что если выбегут линги что смогут окружить циклонов поэтому дожидаются гирионов и сейчас уже с гирионом пойдет вот так сейчас меньше скорость на грейд над за еще не сдается третий патушин собирается ставить я все нормально здесь так стать еще может отбиться вполне ну кассу надо хлопать уже транспормирует что он тут ну да чтоб танковаривался черная тут уже как бы понятно что касс так и так плюсе будет но тут надо здесь и сейчас побеждать в этой игре ну просто тянуть то тут и смысла нет на самом-то особо у кассы по все-таки все-таки будет идти сейчас кишинят грейд на атаку скоро доделается здесь вот такой вопрос 9 секунд 10 секунд до 10 может их надо было подождать конечно в атаке грейд придется тоже прикольно наказать и ждет кассы ждет он специально проезжает участка разбили будет готов минус халвата вперед пропустить или нет подумал что пока не буду пошел на третью ну да тебе здесь крипа нет может третью отменить захочет уже занимать как бы да и вот теперь циклона конечно с грейдом на атаку будет раздавать ну и батл гиллиона тоже ребята непростые из циклона самый главный дпс это плюс 10 дпс а прямо по всем как бы в секунду реально это жестко бешеные ребята то есть некоторые юниты им там дается одна атака они в секунду расстреляют за грейд плюс один как бы здесь гг 20 что будем надеяться что минато победит к и мы увидим касс против минато да ждем минато против каякера скоро начнут мэджик скала черкайте при этом интересно как понимает вообще по-русски но он из литвы как бы уже об этом говорилось данному судя по всему не особо ну я просто игруши да мэджик знаешь как будто такой все свои ну ладно здесь он так поймет они уже подчеркали они уже подчеркали кей а мы слышно ну да но я мэджик наверно просто минато отписал как недавно красава об этом говорилось на стриме что в латвии это русских там очень много живет до не больше половины населения в литве меньше процент значительно то есть там есть я помню какой-то тиран был из литвы еще такой когда-то не знаю сейчас есть я забыл его сцена забывая никнейм но он играл там воли в косе ну такой был как бы средненький станем кавер обрывал писал собака как очень минуты все русских походу не любят я только просто помню арию вроде такой да 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 не был еще тиран какой-то был очень забыл как его никнейм и выучил же ведь знает неправильно через записи все таки не до конца научили а может он подонок просто раньше да там любили эти и как-то если он и подонок то он просто подонок прикольно сразу большая карта zvp то есть может быть мы видим там позднюю позднюю стадию где будет авиация с одной и с другой стороны и вообще кстати даже не знаю как примерно минат вот играет ну ты вот сказал что он ближний бой любит но вообще интересно конечно потому что сейчас когда мы с димага там общались димаг сначала грош там в воздуху очень многие просто любят играть и это очень сложный такой стиль сейчас вроде димаги там попроще в этом плане все равно все равно конечно мне даже интересно смотреть когда есть дестабилизаторы вообще в игре то есть неважно какой матч-ап вот именно смотреть играть против них конечно тяжело как тирану ну вот просто какая-то интрига постоянно появляется там как он долбанет хорошо плохо там сразу не закрыта дополнительный вы не интерес в игре это очень круто минат угадывает первым иверлордом летит в правильном направлении так что сразу найдет своего оппонента акру играет fast nexus вообще такой не не париться нормально подстройка под карту карта большая на 4 человек зарги здесь очень редко делать развитку рабом а кстати мината тоже как парень не промах он пойдет и стоит третью хату нормально в общем ребята друг друга нашли вообще нагло но он не знает вроде в правильном направлении но не просто не зерк ведь не знает пока что происходит да то есть это риск это риск но на самом деле оправданно потому что ну большинстве своем на этих картах не любит чизить какие-то я не знаю как в пвз с этим стадиону в пвт очень редко когда стоят там проксисты гейты где-то другие прокси и тем более играет в 2 гейта то есть ну крышу рассчитывает на то что видимо зилта собирается подстраивать то есть будет обороняться думать что может быть там будет кида гербич активировал премиум на ваш канал разгадочки пошли пацаны участвуйте даджестом прикольные загадки на премиум и вот слушая на разошел литвинин плеерс и тут фарга такой тиран оказалось у него другой никнейм вот это походу он по ходу он это короче дача ты не помню такого игрока я тоже думаю может быть кто то может тот просто не указан да вполне может быть он не очень известный или может быть просто закончил же играть ну тоже никнейм знакомый по моему нет у есть эрию да и кррр и фарга ну точно он литовский был по моему может из латвии короче ладно потом если увижу никнейм скажу может быть это как раз он и есть не суть вопроса да но у нас здесь в общем мината значит нашел я про не успел обратить оверлорда он вроде бы не спалил из-за этого крыла летит своими адептами в центр то есть вообще на кросс респы потому что слева он проверял пробкой как раз китом мини карте видно там где ох и здесь азии сил стоит вот а свой рода не спалил и поэтому получается выбирает неправильное направление адепты вообще не туда поперли но это файл это очень жесткий ну как пусть очень прям жесткий это звучит тоже неверно ну фейл реально то есть эти адепты могут зайти минуснуть там четыре дрона например где нить и уйти при благоприятном исходе при не очень очень могут просто отдаться и может быть каком-то случае это даже и лучше было бы ну да именно то дроном приехал нифига себе как-то это разведка такая интересная там два строги это от протаса ого но все-таки будет авиация пускай может быть это кэш авиация землей но потом с будущим переход у меня тут уже четвертая локация нифига себе да именно это за авиация это фи это феникса switch карьеров это жесткая авиация но кэрер он просто на отборочных кэр пробрил реву карьерами просто причем там ситуация была реально грамотно реву готовился с него спорки были 22 на гидре как бы но правда экономика там не на ну прям не и дико вообще опережала на там просто там четыре в три базы как но в итоге кэр просто там не пара и тройка грелок потом карьеров штук 2 на 12 там и всего с плюс один он как бы ну подрался разменялся потом во время ревану до заказа не хватило что сразу на пасть он восстановилась и 2 волны короче пробил землей собрался отбиваться с гидрой не ну там короче как бы тайминга получается и да чтоб давить будут там не было 200 еще и все равно просто хватило и потом второй волне уже плюс 2 на воздух доделать там и он короче проблем реально я удивился что то прямо с такими грейдами так там было как бы даже я не ожидал прям хотя понятно что карьеры сильны да чуть чуть-чуть просто дата всем как получилось как бы подрался мух убил парик убил и затишье наступило надо было ну именно давить 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 стараться к вопросу только при таком раскладе гидра как бы решать пока из преимущества по грейдам это все работает потом уже к чем ближе к 200 тем шансов все меньше и меньше земля там потом уже не такая мощная здесь забегание лингов поймал несколько пробок по пути но интересно минато будет ли делать разведку или минато знает что там маска эреры до через две грелки просто выход в карьеров идет 300 гита уже вот что самое главное семена томас минато очень-очень любят маслингов маслинги с плюс один здесь крыша адепты без глеф резонирующих ну лингов очень много но да я думаю тут за пилонами кэши этого достаточно вполне что по голову еще ворвались идет нечего то не получается тут у меня себя как фотонки стационарные стоят здесь за пилонами просто жесть как грелочки домой телепорт делают пытается минато расшатать вот хотя если бы у меня то было хоть пять бейлингов да вот эти все пробива тонкие да они бы работали вот так продолжает нагрызать пытается пробочку подвыть несколько же подвыть и адепт даже будет криво убегает но вы по моему через заклик просто послал бы блин с такой же не хватает очень сильно после чем интересно еще собирается минато контрать авиацию то есть часто ладно забегание это хорошо постепенно новом протеже выходит свой лимит как русских карьеров а у меня то пока только линги королевы это же вообще жесть причем третья локация зерганов у меня тоже идет седьмая хата но такой чисто продакшн совсем маленький минато номинат собирается рингами но добавь минато belling nest и будет гораздо все лучше потому что карьеры просто будет не успевать здесь можно было бы уже но натурал пробежать и на третью ну ладно belling nest и к сожалению нет да ну 2-2 там канину тут 2-2 проблема то в чем как мурева 2-2 было хоть на гидре как бы которая драться может а здесь именно 2-2 там и лишь на 17 дронов конечно еще но тогда значит получается надо в спайра уже какие-то выходите не знаю грелок там впиливать потому что чем драться с воздухом то пока 3 карьера еще ладно это немного дпс ну-ка их станет уже шесть вот уже четыре их это будет уже очень опасно ты сидай как круто ты извини что перебиваю она хотела продажа продажа ну кэр понимает просто стоимость трех то бас вполне достаточно он никуда и летит его просто ну не разводили собаками не все а сейчас тут он еще то есть он понимаешь что база очень близко и при желании он сейчас энергии много мазер короба телепорт потнется назад и все ты сейчас бреет скорее всего вот эту базу и семена так он тоже будет делать лингинг ничем не не сможет как бы ничего ли не смогу сделать да жесть конечно тяжелая ситуациями нато вроде бы и бас хватает но вот не тот состав армии и уже печально вот минаты гораздо пытается тоже опять же гидру делать но это что дима говорят что гидрака был вообще единственная хорошая контральта вайпер плюс каратор все остальное как бы проигрывает не ну ты если смотри а я просто не помню почему зерги не пытаются например даже вот если в гидра щас 22 там три вайпера с энергией просто ну цвет быстро и хайф то есть лэйр потом сразу кайф и просто стандартный выход гидру и можно же высыпать карьера просто их мало пока вот сейчас про карьера очень просто сверх наглый выход делает ну да сьюзы прошли хайф падает ну все это про это уже проваленная игра считаешь только там уже 400 гита работает как бы все в порядке прикольная стратегия может тоже за процесс поиграть батл крузер первый играю с одной базы просто угорают со всеми со всеми расами реально ну как бы тяжело конечно постройку уже начинается ну-ка они готовы так прикольно выходит зерга можно истерить твт там и даже просто понапрягать да такие конечно сейчас новые карьеры новый батл крузеры минато идет волын получается он берет всех королев заказывать вас хотя не всех королев большинство на дальнюю приходится неплохо ленге заходят они на 22 грейда адреналин сделка нет ошибка хайф был надо адреналин было заказать он бы уже не отменился бы никак здесь слишком много фотонок а во втором старкрафте ребята фотонки это не в первом старкрафте эти 100 100 фотон очки смешные которых ленге с адреналином там просто на на закуску к обеду кушали здесь все-таки фотонки на 100 хп больше и собаки ну вот особенно без адреналина никому не так унижают минато заходит но здесь только к и рядом офигеть уже девять что да да нет какие ленге тут скобки дрались вообще 3 здесь не дрались на 7 и 6 интерцептов и 10 коров 5 грелок и мазах короче чем азар шип сделать тут отлип того что есть у меня то плюс как бы а так всего 1 у гидры но он спорки момент положить надо камни пробивать то есть втянуть крип минат зад вперед бегает ему просто нужно сейчас именно пробить камни и контроль должен заключаться будет трансфюзи спорок вы постараться выбить интерцепторов у карлера все камни надо выбить его почему минат тормозить вырубилась у мината вырубилась соображалка нахрен лезть в этот узкий проход если можно его расширить сейчас целенаправленно мухи то он хорошо падает на самом деле да вообще шикарно так спортсмен и мината вот это просто короче я не знаю пробейте камни мината вален что ты делаешь черт побери транслизица не успевает криво зашел так просто бы контролить было в разы проще если в камень сейчас он пробил эти интерцептор смотри-ка нормально попали 20 гидралов плюс заказ заходит минат 4 нет сейчас выбил выбит но как только будет шторм уже кажется будете сложнее гораздо не то что сложнее уже ничего не поможет мината штормы слишком много здесь дэмэджа наносит пока нет шторма можно драться с интерцепторами к и шторм уже с интерцепторами гораздо тяжелее драться и карьеров уже 13 штук то есть это регена мух просто нереально они строятся там по 6 секунд интерцептор один раз в 6 секунд еще 13 еще 13 видите может быть снизить им стоит сейчас 10 10 10 плюс минерала будет стоить и 6 и пусть и там 10 секунд и не застроиться им перцепторы 6 то как-то вообще прям моментально да ладно будет виднее там будет фиксить посмотрим как 10 будет посмотрим работать там мне спрашивают микозом не микозом не выгодно же там мне вообще инфесторы могут быть но они в основном не для микоза просто пока к интерцепторам тяжело попасть не она вообще как бы физика прикол в чем физика полета интерцепторов во втором старкрафте они не разлетаются то есть они прямо над целью постоянно кроме они именно в куче иногда там смотришь прям за один микоз там чуть ли не ну 300 точно мух может поймать к его да то есть если их не отпускать они просто прикол о чем они не атакуют микозе то они стоят на месте мне кажется просто там основная задача узорга не просто убить мику муха но убивать кэрреров самих потому что мухи то это конечно сильная вещь но просто разменивается протез получается для себя очень выгодно за теряет газовых и минеральных юнитов а протез теряет только минералы и все то есть в целом ну и постоянно копится крит масса узор как бы не копится а вот если есть как раз те вайпера то вайпер помогают справляться с этим то есть вайпер кстати еще чем хороши что если например протез поставил уже четвертую базу то есть у вас про и слинги то можно с помощью вайперов вырубать фотонки то есть тоже если много там залетели например кинули этот зеленку там те же самых адепт ну каких-то других юнитов на фигаре но как по мне слушай я думаю что вот самое что может вообще зайти с руками и вообще с таймингами грамотными что зерги не пробуют на данный момент это максимально быстрый хайп как бы то есть после лэйра у тебя вот три база ты сделал лэйр там заказал на трех бастом до примерно 70 дронов в идеальной добычи просто же пассиве на этом билдом сразу инфестейшн сразу хайп то есть просто ну позже чуть гидра там будет это все там четвертую хату ставишь как бы уже там примерно к пушу с гидрой там делаешь два-три вайпера все как бы ты сможешь то размениваться очень важно просто я просто в армаду отыграл под ну еще и я в своло начал иногда в нее играть как бы я понимаю что там делать как бы вот и просто очень плохо когда у него как бы нормально накопление идет к он на месте стоит это ну там ты и базу не займешь дальше ничего не сделаешь к зергу главное размениваться зерк сможет базы строить процесс нет к его вот а когда конечно каррера вообще не умирает и в итоге их 13 штук и ты вообще адская тема во втором старкрафте они ну да они по дпс еще жестче чем в первом как будто в таких количествах просто ими нельзя так и именно контролить как первым да там виртуозно что-то интерцепторы да там летают а каррера вообще не подставляют до рейндж увеличиваться на 2 единицы на 3 но вообще крутая тема бланде почему они это убрали хотящая была бы слишком большая имба в этом плане потому что там викингов начинаешь атаковать отлетаешь викинги не могут дострелить а викинги погибают было бы конечно тема интересная не ну так конечно карьера да то есть вот у них единственное либо убивать раньше как-то ну вообще с процессом конечно против авиации сложно играть и тем более еще вот именно то была проблема что он вышел в лингов то есть у него было другие игры и до другой такой состав армии который против авиации как-то совсем не очень вот если конечно бэйлингов добавил раньше минато то это могло бы все получится то есть если третью базу там постоянно напрягал там убивал те же самых первых адептов то просто не было бы экономики соответственно было бы сложнее с ним что у меня ты было семь хат семь хат там сколько пять бас там в общем продакшен шикарный просто главное куда-то все это надо сливать куда-то использовать вот такой момент в общем-то в стратегии минато в стратегии минато должны были сработать линги хоть чуть-чуть у него всегда на это расчет то есть что они где-то разменяются там убьют юнитов может баску подгрызут они вообще ничего не сделали то есть в итоге вложения в собак и особенно в 2 на 2 как бы они не прокатили нифига ну да и в итоге еще и место ну ринжовыми лишь на игры дыбыли как бы все если плавно с 3 валюшных три двойки там были как бы как бы поэффективнее можно было бы и вот в итоге вот это давление со спорками с королевами испану было допустим на несколько минут парочка не тринадцать каждая потому что 8 до плюс то это совершенно другой эффект могло бы иметь а кстати когда просто игре же у процесса не было роботик сегодня не было этих оверло этих оракулов то есть тоже как муж крипом там засирать быстренько там новые следующие экспанды просто напрягать как в этом плане ну дальше новый овер с дропом сделал отправил там с королевым очень такой полетает нет такое можно но это уже надо из ловчиться и нужно как бы целенаправленно понимать что я буду вот эту тему делать на ходу ну навряд ли там придумаешь такой карты карта гигантская и там четвертую тушь про точно займем дальше там уже если затянуть здесь сейчас поменял свою стратегию и кстати мината тоже поменял нужно доволять руч варен да через адептиков в итоге пробу что самое интересное играет причем кстати кир показал 4 гейта как будто бы такое ощущение что типа может быть дарки пролетят то есть типа дарки а на самом-то деле 10 напряг пошел семена то это постройка я думаю кир понимает что он знает стиль минатами на то люди чисто лингов и под это то как раз под строчкой сейчас и идет на то вот про учу он построил кстати говорят ой линги сыгрались сейчас мы вместе с ручками хотели конечно третий напрягать неплохо да ну что-то ринге вообще разваливаются и на вторую же это врывается будет они сюда телеподателепортируют здесь хоть ручи не что-то до хрена так мало до 100 адептов просто их тоже как бы крит масса есть определенная если их намного больше чем ручи они ручи шатают очень неплохо да еще и на мэйне 6 6 дронов это не так много для такого шатания плюс еще сейчас боевой 48 19 если сейчас мината стабилизируют а он обязан стабилизировать ему как бы нужно идти вперед и стараться 3 отменить проб здесь пока ничего нету ты может был первый заказом ну да вообще еще юнитов лоу 5 адептов призма хорош почти вся армия в атаке ну да но вот мината конечно сейчас не знаю получается мы вроде отбиваться там надо везде от этих адептов и вот так нельзя то есть либо сейчас трое дронов и чисто обиваться либо идти напрягать пытаться а вообще идеально конечно как это это да сейчас летит а мне скоро уча оставить и грамотно ими контрите и вот подойти там пару рыбы запилить а ленге в прирост прибегут допустим быстро туда нас предпочел дома от оборудования но все еще боевой лимит строишь и самое удивительное и не строят дронов то есть он встает час по всем очень параметры запонент свой сейчас еще пару адептов скорее всего успеет нет ни одного это я ошибся меня то успел их забрать таки если портнуться на мэн и вот карта что отдал адептов это развязала меня труппе он сразу вперед идет но здесь уже два и морфла есть пилоны оверчаж единственное что корр ошибается вот когда ты чувствуешь хочешь лезть с адептов с уши допустим то дома нужно варпануть обязательно центре штучки там ну сколько есть гитов почему же они подкопят хоть энергии какое-то количество в итоге здесь вообще без центре оказывается и семьи будет отбиваться реально не ну и мы поручим и пиши бонус имеют плюс у верчажа но без а без центре опять же повторюсь очень тяжело будет сделать здесь два пилота здесь всего два пилона час четыре будут энергию мината выманивает разводить но минат тоже нельзя тут до бесконечности как бы бегать зад вперед ему надо принять бой уже вот он фаер булами до агрить процесса чтобы он вышел как-то заманить его то есть мината здесь доминирующую позицию имеет он как бы диктует условия он заставляет процесса выйти вот он успевая да на опасть так что в итоге процесса 2 база там и морфл выходит нужно развернуться до пытаться на сюда отойти линги тут что где-то сзади не успевая дойти везде к стимуру с разных сторон сзади вроде как линги окружили ну нужно помочь им блин и в итоге получает что минат ни с одного направления из другого не растут вроде как сначала в одно пошел на клики подрался у другое на клики подрался даже а вот это не хватает не фокусит и морков меня хотя лимита боевого больше и бог вкуснуть и имморталов нужно было сразу после того как они потратили вот эти поля то есть он в одну сторону ломанулся отошел здесь квер на третью со второй вышел прирост небольшой здесь было два иммортала и пару юнитов вот эти два иммортала пару юнитов сразу надо было забирать основную группировку чуть позже когда прирост подошел в итоге минат провально подрался на 20 работ ну да здесь уже как бы я думаю ничего минат не светит даже даже кир понимает что надо идти вперед адептов 17 штук и все опасно гидра сейчас выйдет а что там от гидра может сделать вообще надо третий телепортируется как-то прям уверенно я думал что будет немножечко в другом ключе что мината более как-то ровно с киром отыграет номинатору зерча завоза у нас бы 3 соответственно да посмотрим крок вообще молодец сильно сыграл очень сильная сильно уверенно каз говорит что не хочет твп играть но тащи мината а вот каста кто же будет показывать мне как-то поиграть ну да ты же прошлый раз я не помню какой же был турнир то от на квалификации эти рассказывал как каст не сделал донат то есть я стримил когда первая квалификация ним может ли бы она стримили как раз вместе дана начи так же красный показ и второй раз газ главное надежно неважно чем неважно как главное надежно что то есть но еще и тоже неизвестно как он там играет сколько он там тренируется ну 6000 мэра это очень неплохо просто я с ним вообще очень давно не играл вообще на леда его не встречал может быть под каким-то бар кодом он играет поэтому хотя там же вроде бы на квалификации кто-то у него же победил то там вроде бы хорастерен вик или нет или да кто вроде бы тиран вик победил выиграл так что что нормально можно побеждать они непобедимы там ребят уже подчеркиваю карты первое эхо 2 да и break 3 чаще зерк все пытается в группу к нам попасть к стримерам здесь только стримеры либо зергом тяжело либо зергу тяжело другого не бывает туда это конфа вскайпите где вспоминали там она вроде за джоннил все нормальные так ну что у нас сейчас завоза ух завоза на это карта но здесь вообще сейчас конечно такие завоза постоянно агрессивный роуч и линги или просто линги-бэйлинги но в завозе конечно тут я думаю тяжело будет выявить явно фаворита хоть на мой взгляд кэшатами нато но это вообще зеркальных матчапах наверное проще ну то есть но я имею ввиду что значит как бы в зеркале проще победить более сильного оппонента то есть на мой взгляд хотя может быть кэш в завозаев ну сложно сказать сложно сказать как бы получается зеркало то все-таки ну баланс как ну конечно то есть просто не ну вот еще по традиции с первого старкрафта начинали ныть что там пвп рандом там и так далее мне например всегда понравилось как бы стабильно лучше даже в какие-то времена других матчапов играл нужно просто а вот поймешь его тогда понравится как вот так то есть ну да может кто-то хуже играть но ведь раз ведь юнит это одинаковое получается ну да тут уж никак от этого не уйдешь мне просто не разная что типа если по стратегии выигрываешь то уже получаешь такое домики при сильное преимущество и колбасишь а в других как-то матчапах там есть вот особенности раз что даже бывает кто-то получил преимущество все равно чтобы реализовать приходится много еще камбэк какой-то не знаю это все конечно субъективно очень ладно не буду туда в дебри уходить просто когда вот я играюсь на турнире против сильных игроков если попадать это вот это я знаю что я смогу победить то есть если я с игроком играю хуже чем там за другом или с процессом то место то есть уже мало этих шансов то есть там тяжелее играть так минат появляется в левую верхнюю игру розерк справа внизу пока в обоих зеркало нет каких-то таких супер ранних пулов да кстати напомню ребят что можете турнир поддержать естественно пополнить призовой на главный он есть вот ссылочка на него на гудгейме это очень круто когда так делают ну и наши каналы тоже поддерживается естественно с пашей вот впереди еще три матча в этом в этой группе это матч лузеров завоза не думаю что будет долгий а после этого начнется самое интересное касс против кара кара кир боб 5 матч венеров твп ну и активировал премиум на ваш канал победитель победитель данного противостояния против проигравшего касса кир возможно мы увидим там реванш минато против кара не знаю может быть к управляет кассы это будет удивительно но кур прям очень четко сыграл поэта на по игре с минато как-то чувствуется что кир пришел побеждать так ну ладно здесь по игре минато начал через быстрый пул рузерк начал через быстрого хату в быстрый газ то есть у него получение достроился там уже ринги бегут то есть минато выигрывает по скорости рингом но смогут ли его линге что-то зажечь то есть потому что прибегут то прибегут но там уже оппонент королева хотя не королева вряд ли успеет или не успеет не намного более поздний странно что тут два всего линга заказано то есть можно сейчас и нагрызть будет но интересен факт тут что муфта не намного позже у церковь синдрома выводит он все третье уже собрал составе дроны сразу минато минусует научиться замешкался он на крипе был здесь пробрит еще один выходит минато внимателен заметил его издалека еще один дрончик минус ну тут можно просто уйти все как бы лингов не отдал два дрона сгрыз еще 3 тихо сейчас увидит до поля 3 вот пошло 8 лингов 10 то есть это еще и болен бас будет со стороны минато будет ли он вообще такой сверх жесткий или же это будет больше такой поджим а потом переход в экономику сейчас станет понятно будет меня застроить дронов или нет поэтому параметру конечно ну по лимиту как-то уже минат там стабильно на 7 в плюсе для завозы в начале это как-то ну хорошая приносит 4 бэйна пошло уже да очень близко здесь и лингов к сейчас набегает да и здесь а здесь еще и болит место то нет в чем прикол так минат хочет согреть оппонент своего на выход вниз убегает рузерк линги заходит в линк нет сми нато видеть что в линк не станет и нужно вот этот момент нужно сразу как-то реалит а здесь бэйлинги заходит похоже на 1-0 очень очень сильно честно сказать ну да как-то минато долго королеву кусал в итоге бэйлингов на раздавал и линги дэм уже нанесли но все равно очень больно здесь рузерку два дрончика погибли у минато все больше и больше лингов может быть бэйнов имеет смысл за фокус нет бэйлингов не фокусит пока минато королеву проблевать сейчас здесь бэйлинг взорвется 6 дронов минус пока там подойдут эти бэйлинги со стороны рузерков еще два идут вперед не . не просто плохо 4 дрона это жесть как-то четко четко минато очень реализовал это в завозе так и делается как бы и в любом очаге завозе это очень важно вот именно секунды тайминга секунды даже там не какие-то там десятки секунд в правильном месте будут будут подальше бэйлингов зооморфил позже пришел уже не так сработало там я не знаю то есть это нормальная общую расклад да грамотно грамотно но рузер конечно очень нагло то есть уже сразу третью хату и вообще такое номеровался в позднее макро яндек мне пишет греть принимаем это высказывание как обещание обыграть касса в 1 4 либо 1 2 а кто сказал что указ касса преимущество надо мной нет я буду как раз у касс победит то есть это как вот он за твт то есть как более слабый тиран то поехали ребят помните на кипбетике присутствуют ставочки там кому интересно это вот а что это за счет закрепит или что это так это ставочный сайт то есть ты заходишь кидать что реальные деньги и а там и цемки есть виртуальные реальные там есть а матчи все кто-то добавляет постоянно или там столько например с крупных турниров не ну как бы добавляют конечно то есть просто основные все жесткие где призовые большие там добавляются не все как бы маленькие есть много года есть как бы все с ними сотрудничаю все я говорю там да прошу каешь добавить просто не добавляют темащик темащик где ну там боятся что кто-то минимизирует рисками револьвер как сам на себя поставить ну да типа там же револьвер сам на себя ставим но было да такое дело на как же на сваре нам еще турнир делали как он назывался я забыл у нас уже после смайл крапа и там что-то было спалено что было свобмани которая у револьверчик а было в описании канала для поддержки с него просто ставки влепли оля туда понятно как и приматера матча с револьвером туда общению не вносится наверно не ну какие-то может более ответственном турнире да и все имеет смысл так вот жульничать игрокам когда они фавориты естественно то есть нет но не при других условиях они не фаворита ну то есть сломал ну да у пана сердце дэдман на 5000 рублей увеличил призовой фонд хорош хорош жаба уже ручки разминает с комментариям спасибо сердце дэдман большое за поддержку турика 82 уже плюс призовой стал что не может не радовать мината кстати развивается но вообще похоже игра очень на первую когда амината сайт ранее тебя пришло вот это пропадет призовой сообщение нет нет а я лишь приходила надо добавить просто стрим надо года буду стримить нажмите будут приходить как бы все дела сейчас нам надо да да я понял ну и вижу я же не постоянно там то есть поэтому тоже вот так просто это ничего как бы не дает не турниру никому те просто будут сообщение тис даже стримить не будешь захочется за этим моментом удобно надо будет добавить сейчас еще здесь все уже в этот раз конечно получше то есть раньше заказывает бэринг нес розерк амината делает майн-геймс он стоит сам третью хату то есть он напугал своего оппонента и выходит в мак хотя розерк тоже не теряется ставит третью она он видел оверлордом третью хату мината спалил амината видеть что здесь чуть позже третье да ну парабам сейчас умината немного больше то есть по армии все примерно наравне себя нельзя это и есть минимизировать риски типа запиливаешь на себя вообще нигде нельзя как официально в официальном спорте или где-то еще даже типа и на себя тебе выиграть нужно получается хоть но все равно ну да розерк немного пушит третью базу мината минута паколингов меньше зато бэринга здесь больше пошли бэринги на бэринги два разменялись 3 такси взорвался у него достаточно юнита что побольше и у зерга лэйра хороший тайминг сейчас до донки ранее очень ранее минуту даже еще не заказано значит мината что должен как-то атаковать сам бежать лингами бэринбас какой-то будет непонятно получится или нет потому что но сейчас забегают линги к мината на мэйн еще кстати двух лингов прячет розеркта здесь оверлорд это видит ну да на глава то слишком кто-то хотел хотел бы заморфить встречаются уже бэринги но вот парабам парабам хоть и парабам бы примерно равной ситуации обсе сборинг нас на горке поймал где-то 7 лингов минат овских ну так парабам опять же опять вперед вышла минат это так быстро все завоза но у рузерга уже делается дает а у мината только еще наполовину сделать ой какой лэр шпиль шпиль делается у розерга а у мината только лэр на половине не ну тайминг шпиля хорошие еще и рабочую больше у розерга то есть лиминат сейчас не придет просто ничего не сделают то причем причем как бы то есть причем можно как бы получается даже при выходе роучесть если мув заказывать если будет под муху ориентироваться мината у нее ничего не вы там уже позже примерно одинаково лэйры то тогда смуру лучше работают кого все можно и гб ставить не но и гб я не знаю тут вообще он ни при чем нельзя ставить на себя как бы в принципе спорте нигде не вообще как бы это полный грех потому что оппонент тоже может проиграть захотеть неожиданно к его поставившим на себя ты много всяких моментов может быть 56 бэринга 6 лингов там или 5 рвалась на бэринга ну дальше не пройти но 8 у талисков уже 8 и спорок из не будет они пролетят нормально здесь надо им уже домината конечно дронов много но спорки нужны блины как помината сейчас это же он же шпиль видел а он все заказывает спорки окей поехал гидролизден масс масс спорки вообще уже 8 что делает мината чтоб нигде не развели уж экономика более-менее ровно ну правильно спорок со спорками вообще нельзя же жадничать против мут потому что здесь надо перекрыть все направления чтобы вообще не было таких врывов спорка готовы все тут можно тратить именно важные между базами перекрытия начинуть и будет брешь где она сможет разводить сейчас тут между споркой которая около вот этого возвышения и третью на спуске на этом можно подлавливать пытаться кубнина тоже разобирает скоркой хорош 9 гидравых плюс 2 ну за счет грейдами нато мне кажется может еще с гидроиды здесь и вытащить вполне да так вот и не нахарасил конечно сми надо зажать немного закрыт но в целом ох числе натуралей туретки все далеко у игры могут отменить о игре могут отменить не спорку роде споркой на гидра уже вышла хотя смотри как грейд схватит не почел улететь или нет или все-таки добил добил но мутки потеряну важнее играет гораздо был конечно чем это мутка еще и гидру немного подрезал так ну бэйна на мыслись номината нужно а вот и я думаю где же ведь газ 4 инфестора заказ на чем с закопкой до закопка уже есть и в гидре сейчас будет нужно раньше гидре сейчас делать как бы обязательно минат и уже думать о выходе тогда что от мувленных даже даже мувленных бэйлингов мекос конт-контрит очень хорошо так плетки везде пошли от забега не прикольно кому-то залетает муту с этим построен много опять же rusr а сейчас играет единую я хочу чё чё грейд сейчас один же опять теперь стал для гидрита надо так на 4 инфестора ждут там энергию не 65 так что скоро уже будет 75 и мульти может быть баба вот это без версии летает самое интересное просто вроде как он да должен по лимиту через мутку так как он микрос не мог создать и должен быть по лимиту но сейчас он впереди намного но минус металли скида хорошо так почему кстати мината у него второй эволюшен почему не 2 атаку армур 1 заказал неинтересно да я не знаю бэйлингом доделся у rusr га роучи реводжера достаточно много все это двигается вперед у мината роучи гидра без реводжеров без реводжеров ручьи гидра проигрывают реводжера ручь что фаербула очень жестко выставляют там позицию менять так бэйлинги заходит до части гидра листов доходит только до части за фаерболов из-за фаерболов вынужден мината отступать постоянно инфесторы уже не участвуют бою фактически у них энергии нет четвертую отменит конечно ему рузаевка мината решил подраться на роучи сзади там где-то это ошибка со стороны мината он отдает гидра листов сейчас на мою вместо того чтобы подождать как бы пока энергия накопится инфесторов роучи пока побольше станет спереди и в итоге сейчас войны зайдут гидро очень жестко не были не дошли гидра выжила здесь вот так прирост отменяет от розырками на то держит по лимиту уже 130 на все тяжело и армор заказал почему-то не 2 атаку тоже очень странными нас сейчас теперь ему вся его надежда это на то что инфесторы сейчас энергии побольше накопят и что-то смогут сделать но тут прирост и гигантский вперед прошел еще один микоз очередной фаерболы падают если раньше гидророучи с микозом голых там роучи вообще убили бы без потерь потому что они они как бы ну не атаковали бы просто сейчас у реводжеров и рейндж больше фаерболы можно накинуть там такой момент ну вот лимиты сравнялись тут отдался на микозах немножечко рузер имена пытаются здесь вас подстроить люры гидралов нужно назад отвести гидрала там путь есть лура лурой надо уже позицию занимать на центре ну и кстати вот с сил ноги может мне надо пробить например камни очень быстро оказаться на четвертую в этой игре но пока он не спешит никуда выходить вообще так в целом кстати чудо что именно тоже проиграл когда-то прошла армия до 3 база но вот сейчас лиркерами с инфесторами у меня то гораздо лучше мне кажется состав армии и причем кстати рузер где а второй играет на атаку на воздух то есть он видимо собирается может быть еще переключаться на муту опять потому что не в пустую же на таких до 10 мута рисков добавляет с подавляющим таким преимуществом по экономике странно что он не сделал подземный мук там роучем это вообще как бы очень часто их не это вот грейда не делают а у нас сами решает очень и очень жестко сейчас может получиться что у меня то есть и микоз или ура то есть это просто жесть это уже при нормальном внимают при внимательности хорошие при нормальном исполнении бейлинги точно не дойдут и по земле будет меня от побеждать и гидра спокойно законтрит например мутку там амуду кстати розыгрыши пока копит асяна натурали там же 16 штук он хочет сюрприз здесь приход нести но если зайдет метод амина туда так то есть может просто расчистность мината влюру вложатся сейчас гидры будет мало интересно ребят ну 11 еще 10 ну 10 гидра рисков не против 20 мута листов это я не знаю столько если только зерк смуткой в кучу ведет и просто отдает нам ну не позе попадает по целому стреку и там уже ничего не делать тобой так заходит ли нас к целому ездить ручек дурак обоят вообще низкого там гидра риск 1 потратил меня так теми позы короче влюру кестра выкидываются тесно выкидываются затанковали смуты хорошо ну муту с двумя атаками уже самое интересное еще 10 мута листов уже делает 9 гидра рисков заказывает мината но мината кстати что самое интересное на все базы просто позаводил люкеров и по-моему здесь и же так рузерк контратаку лингов высылает но они могут там цена набрить как рабочие падают на всех банку 40 уже минут не надо в плюсе полями то ставят сейчас резко просто 50 почти свою четвертую там рузерк грызет мината 4 там но успеет нет нет выживает выживает 4 и гидра и вторая атака доделывается какая у нас ситуация тоги 13 гидра рисков а клюркера здесь есть нет здесь нету ну там мута листов 26 уже сейчас 27 будет очень очень прям много мута но у рузерга экономика печальная стала если мината будет достаточно гидры то он победит но он куда-то спешит по-моему с чересчур не понимает свою счастье мута листки вообще улетает залезы легкие улер лир лир киров пытается про кимонтура развела или ура успела в копаться здесь то есть это драгоценные секунды рузерга терять мината ломится вперед ловера падают на 3 базе там лир кират закопают то есть даже если сейчас мината отдаётся здесь гидрой а он вполне возможно отдаётся то уже рузерга из-за экономики не перевернуть файрболы по мутке падают не попадают правда нормально и здесь минус все короче в итоге гидра что не активировал премиум на ваш канат сливаешь и муты файрболы попали по муталискам то есть кидал нахату мината рузерг сам через файрболы пролетел 38 4 да да даже даже вот такой вот нужно было муткой сразу пока мината здесь шел с ксилнаги своего здесь в районе 6 часов этой базы как бы вылететь принять и все как бы забить на люру дома 2 обивать надо растерялся немного но и мината грамотно такого развел вообще ядру подкапливает мината чем кстати гидрали скучать не строить не пойму вот спорки все с моей нового хайк что не нужен что ли ну такой вирта вообще конечно да есть в этом такое здравое зерно что если защитить одну хату то он уже победил то есть самый последний там они полные как раз туда гидру то настроить продакшен выбит тоже как бы ну так себе здесь будет вообще да странно 24 блин столько много ресурсов было 12 гидрали сков а вот четыре инфесторов шину всем не но он понимает что мы экономика опечалил ну что матч венеров было 5кс против кортва п да да вот мне кстати кида пишешь говорит что против что армор решает против мутами на то думал что там будет масс мута окей не против но смуты конечно решает в итоге армора решался там главы они получают за с 1 грейд единичку то остальные меньше как бы армор жестче ну да да еще джо привет ребят всем привет а мне счет забываю да так очень кассу вычеркнул в а низкую станцию habitation station то есть живую это как это жилая станция да 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 так уже пошел хвост первая да 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 вторая everwind да первая чаще вторая вихрь третий да и брейк окей 4 new kirk ну и 5 соответственно там осталось эхо кто-то ко мне пришел такой вот врататься животина вот и становится так на задние на кресла как бы передними ко мне что-то хочет поговорить типа ну тут погулял же уже с мамой что-то просто полизаться решил ну типа зовет на улицу там нашли водички поиграть очень просить да сейчас на секунду отойдут пойдем посмотрим или нет так все игроки готовы начинается первая игра ну карта чаще да такая вообще удобная карта для обоих игроков тем более как сейчас любят пуш делать с двумя танками с пехотой под стимпак под щиты под плюс 1 с двумя либераторами с рейвеном вот как раз кипот третью базу протаса если к этому будет не готов то им будет очень сложно это отбивать хотя тоже конечно там есть некоторые недочеты у этого билда надо на ранних стадиях но будет ликор пушить вот этот вопрос потому что как же как бы макро монстр и соответственно ну с ним играть просто на равных я считаю что кур будет тяжело постепенно к сыграть через быстрого рейперы в экспант а вот к ну кор похоже через стандартный гейт в экспант так сейчас я хотел сказать стандартный экспант ты же сказал стандартный экспант открыли 2 гейта уж возможно еще бы добавлять старгейт но вообще это конечно такой билд лучше делать с прокси гейтом но зато в макро проще то есть где сохранится скорее всего это будет с фото на вершарджем небольшой такой под пуш писюн песни на заказ после игры прайс после игры так интересно если он здесь такой ставится а тут прям сюда для варпить на вторую можно как бы с этого пилона просто обычно подарков это делает но здесь видимо будет это пуш ну да да а stalker award то есть возможно это будет просто здесь третий гейт три гейт сталкер пуш то есть у гейтс страны ставим и быстрый варп идет уже на ту сторону как бы так ты выглядит это интересно да щас будет до третий гейт офигеть то есть роботы эти гейт так пробка стоит что собирается поставить хотя они ставят минералы есть но вот указа сейчас прилетает рипер видит что нет nexus а сейчас выйдут два stalker главное все указ вовремя реагирует теперь надо главное понять во что играет оппонент это прямо роба не просто это роба и третий гейт здесь ну да хотя что-то пока гейт не ставит стран а вот пошел гейт все таки то есть указа конечно ставится бункер именно от фото на вершарджа на фото на вершарджа не будет там здесь получать это идет такой вообще жесткий улын от просто обычно вот на ледере как раз и через два гейта stalker катается то на вершаршке кацк этому готовится именно кто-то на вершарджу а тут вот этот мы mortal блин опасная тема на самом деле потому что как вот у кассы получится ли это нормально отбить бункер достроился рабочего спас но вот stalker могут издалека издалека немного атаковать но как также может есть бункер если что вывести хотя что-то циклон приедет расскажет stalker особенно раненым не все сталкивания они же тиммейты как горюк что короче кто тиммейты не понял спаши тиммейт не скором же тиммейт ой не понял того что сейчас купит пока касс готовится к строге ту добавляет в редкие да здесь уже второй моргл сейчас выйдет и третий гейт открываются тут такая же будет опасность то есть главное не потерять очень быстро свой циклона минка хорошо закопано но заметит ли это кстати вот и кор вообще или он чувствует иммортал он получит вперед пойдет mortal принимает на самом деле принял да и моргл принял дима сильно очень вот второе масло очень опасно и и кассу отходить хорошо что ему принял дима что такое хоть так украска раздавалка еще и циклона сохранил еще по красоте рано опасно очень очень близко и старая минка в сервера надо заказывать он сейчас заказывает на хг лезть не стоит что минка вторая но на попе лезет в рот а и действует да сейчас эморку может потерять потери эморку очревато здесь на самом деле здесь остался циклон на хг все еще эти дима джина циклон очень жестко строчит как обычно он это и делает контроль хороший демонстрирует но нет станет все еще о чем печально он их уже две штучки сейчас бункер будет готов кассу этого отбивается здесь и морта пробитая сейчас у него очень скоро уже закадаешь испаляется ну а либератор здесь барак да такой хотя вот без опса про тоже не может наверх подсветить просто не получается енды теряются дпс высокие и от мариков циклонов а вот адепты конечно это тени это прикольная тема подсветка неприятные что подсады этому все светить идеально нужно да и сейчас до пушечки увидеть можно и все хорошо что не разложим если нет некуда вообще грамотно хотя вот с левой части можно указ на звук пролетает да но не законтролил грамотно указ есть уже там но протас ставит nexus у него больше рабочих и стоит даркшрайн вот оставили даркшрайн как забивает 2 пса вообще по билдорду но здесь указ есть ту редкость что на мэне инженер к тоже есть будет ли касса делать ревина вот это очень важный вопрос потому что вообще то есть ты танка можно есть под факторки можно использовать под старги и под старпорт и как раз и заказать ревина то есть потому что в билде очень мощь ох раскладывается либератор нам и не он достал но мне кажется как раз уже медивайки будет ближайшее время стараться запилить почему-то спускаются вниз . вылетает танчиков три штуки уже такой опасный микс у класса подскопился до мощный мощный в этом плане вышел так окажется не видел откуда просто прикол а тут здание прямо вообще рядом стоят ну да если разложите прям со своей стороны можно убивать хотя как ты просто сделал товар прям на эту сторону вот еще сделает вообще с дарки у ее указались на просвет на туалет к нам и не одна на 2 и ворота закрою стенку ну хотя на монет редко есть туалет к есть но ведь можно уйти из этой туре от каранда и придется косу 2 скан потратить сейчас обязательно лидом решение дабы можно было бы не тратить если бы до кошечки прикрыл бы коса здесь туре это больше нет это очень плохо и сканы нет да еще dark сразу же в этот раз каждой пути закрыл нужно их вычинить вычинить пока что нечем удар и меняется положение 43 20 парабан то все плохо без танк зажал dark 1 и касс приходит шатая труба что толку что он робот шатает горков две штуки уже тут в районе мэйна и мариков они просто запиливают касс решать этих контратаку еще волын да здесь атака для касса понимаешь что все очень плохо и все действительно очень плохо был бы сейчас steam со счетами тогда может быть получше бы был не получше бы а каста бы конечно же тимпачился пробил так вот навряд ли хватит это может сюда дарков тоже варкистю бы наоборот получается ну кассы есть там две сейчас 33 скандал либератор 2 танчика здесь под либератора приходит сталкеры выбивают адепты выбивают мариков 1 0 ну прямо сказать да не сказать что прям неожиданно но молодец молодец не хватило кассу разведкой рабочим то есть если бы он рабочим поехал на разведку и ну вот видимо касс рассчитывал что корр будет играть как-то в макро то есть против макро игроков конечно просто репер летит разведывает в этом плане то есть нормально получается тогда прилетаешь все и делаешь разведку и спокойно играешь макро но вот если какой-то идет чисто там конечно сложно сложно просто угадать что именно идет и проблема проблема по что immortal это сейчас очень большая редкость на самом деле на ледере и не за одна игра из 50 то есть очень редко встречается когда кто-то ставит роба почему-то кстати американском сервере чаще на европейском сервере это вообще как-то со всеми практически не видно вот поэтому мало против этого практики здесь соответственно тяжело понять где-то находишься впереди там может переходит протос там как ну ладно здесь на этой карте сейчас будет играть касс через гиллионов скорее всего вот то есть ну тоже начнем через рипера и то есть быстрый газ барак экспант потом факта реактор перелетаем едем гилионами харасим а дальше в пехоту вот как будет крыграть крым кстати против мината же играл фас нексус так что может быть она сейчас играет фас нексус карта это позволяет делать но по рипер если угадает направление тогда мы убить проблемы протаса да нет точно так газ первую классика и укрыт тоже кстати бер первый газ интересно либо прокси stargate либо видимо подарки какие-то ранние то есть чтоб скорее всего одна базовая здесь будет играться или же такой какой-то необычный выход в нексус не знаю то есть да он направляется а 16 про ну понятно то есть просто пораньше чтобы газ начал видимо добываться сейчас нексус будет 1 одним одной пробкой поднатаскает то есть как бы билл билд будет более четкий по там таймингу я не знаю то есть когда газ более поздняя ресурсы уже на газ есть просто их вкладываешь раньше и получаешь чуть больше выхлоп газа к определенному моменту получается в этом смотреть не угадывает с разведкой конечно газ угадывает или нет блин это это добыча добыча цеха не не смотри там еду у кассы просто роли поинт с барак сейчас в правую часть карты а сейчас в центр с барака уже да ну там уже пойму когда с барак касс прилетит там поймет его оппонент тоже что происходит это точно ну да просто если бы касс конечно пролетел сразу то он думал как и похарасить там может быть пробку подрезать а сейчас получается хотя нет все-таки правую часть полетел касса ты-то угадывает хорош хорош и соответственно ну с другой стороны конечно минус то что пробка при этом может что-то похарасить и увидеть кстати что и будет факт или на реакторе если касс будет перелетать а у касса так факторе стоит что похоже все-таки будет перелетать вот так здесь заходит на main реперзе встречает на ваших флора туда-сюда репером летает пока используя то что скорость да то есть он конечно вид делает но еще лучше пробку может подрезать под подреждаю гранат есть вторую за контроль красоте у меня ну две пробки подрезал с другой стороны твайлайт спалил получается что твайлайт ранее лучше такого кэра может быть это блин уж какой то я не знаю что это вообще будет пока непонятно кстати касс не стал перелетать на реактор все-таки заказать на доминку то есть более стандартно играет мариков минки drop вот но и в будущем скорее всего будет переходить опять же в этот может быть там станками пуш то есть с рейвеном что это очень мощная атака на самом деле у тирана как ставит прокси пилон нифига си я то есть у крон сейчас вообще нет роботикса и к нему прилетят две минки они закопаются но как он их будет выбивать если не будет постоянно как бы долбить каждый раз отводить рабочих это так выносит мозг вообще не но теоретически блинка мы такие выигрываются игра но нужно желать надо дома сконтролировать чтобы там одну пробку потом добывать опять и в промежуток пока когда саминку успевать на блинки разводить еще так еще плюс просто сейчас доказа то что он прилетит он увидит что добавляется 3 гейта у протаса и ну соответственно один гид уже видел понимаю что тут минимум 4 гейта есть у протаса вот то есть значит какая-то идет обрежать это очень плохо для кассо штукар вынуждает в другом направлении лететь у меня есть оттого полный вообще минка не вкопалась это просто при таком пуша причем я не знаю понял лекарь, что там происходит, но он не проверяет этот прок сегей. Ну, Вик активировал приемную умную ручку. А, Кир выдвигается просто, сейчас как раз придет блинк, доделается 5 сталкеров, плюс доварпится, даже если бункер здесь будет готов, то давить можно очень жестко будет. Как раз 5 доварпивается, да. Все, 10 секунд до блинка, надо заходить, не палиться. Кир здесь медленно, но он хочет чисто уже с блинком стопроцентно зайти. Можно еще один варп подождать, агрессивным блинком выбить танк, как бы в перспективе просто их. Так, танчик сидит. Ой, рабочая. Бункер выбивает, Кир отходит. Ну, вот это, я бы не сказал, что ошибка, но нужно... А, здесь еще, кстати говоря, фейкует, он показывает, что типа вот он улынет, практически, а сам еще рабочих всяких подстраивает. Ну, сейчас нужно танк забрать агрессивным блинком и... Писеть. Теперь проблемы у вас. Очень большие сейчас отступить, да, от автотурели и блинконтроль начинать вот с этого... Блин, ухар, молодец, четко играют. Пока что. Танчик еще один готов. Да, варп еще сталкеров. Можно тут и адептов штучек 5 варпануть бы было в марика, ворваться. Ну, сталкерами нужно именно блинкоса, так что танк подрезать все время, причем. Ну, смотри, вне ранжа танчика, заходит. Опять минус танк. Опять пошел контроль. Минус рейвен еще. И кастик криво, ходит кривовато, я бы сказал. С ними здесь 58. 58. Ну, отбился каст, но что-то печально все у него прямо таким. Не, ну, парабам еще более-менее, то есть плюс мулы, в целом технологии есть, танки есть, стимпак сейчас скоро доделается. То есть два бункера достроила, здесь протасом тяжело разводить на мэй, то есть в этом плане сейчас сталкеры с блинком. Хотя сейчас, конечно, блин, будет в лоб, получается. Ну, посмотрим, как с рабочими кастами здесь это бьется. Ну, вроде нормально так обьевается. Ну, тут что-то натерял сталкеров, да. Короче, сейчас эти можно... А, нет, здесь мародеры 7 ранжа, я подумал, можно тут по краешку за минеральную линию зайти, типа, бункер это не прикрывает. Ну, тут можно, на самом деле, на этой карте можно и с третьей на мэй завлинкиваться, но только через шифт в линию на муве, как бы. Ну, там тяжело получается, чтобы потом уходить тоже обратно. Не, просто, да, уходить тоже только через шифт, только на муве, как бы, и бывает, что не все там уходят сталкерам. То есть, это печально очень для профи-то будет. Ну, выход в колосс войдет, третий нектус. Паржа есть, появляется. Сейчас летит хороший двойной дроп от касты. Да, по лимиту сравняюсь, то есть, это можно перевернуть достаточно легко сейчас. Так, я так понимаю, заметил сейчас, что что-то улетел каст куда-то, но он не готов встретить его, потому что каст уже вот на мэйне, а сталкеры только медиваки ждут, ё-моё. В общем, за минералами нет пилона. Нет пилона, да, и можно разгрузиться полностью, и всеми юнитами уже и пилон спокойно выбить, как бы. Сейчас еще фугасы будут, щиты. Так, каст на халде стоит, не лезет раньше уверча же, молодец, что-то в контроле-то, выход еще пошел один. Нужно сместиться, уверча, так, пилон надо выбить просто. Чё-то каст боится, пилон хаус. Ой-ой-ой, дестабилизатор! Надо загрузиться-разгрузиться, что каста делает, честно. Центрю подрезал, одновременно к третьему нексу. Не, ну тут каст, смотрю, как-то словил прям хураж, да, и он понимает, что сейчас ему нужно убивать. Вообще, как он просто, да, тут? Вот это уровень называется, отбился, казалось, да, вот сейчас на грани каст-проигрышу, но отбился и за счет технологий переворачивает просто моментально. И здесь уже для протуса практически, ну... На третий дестабилизатор... Минус дестабилизатор, ну что-то он подрезал тут несколько минутов. Да, подрезал там штук 8. Тут уже для протуса шансов крайне мало, то есть ему очень тяжело будет отбиться, это факт. Вот, блин, пошел каст-пилон, вместо ставки, блин, у каст дает. Мультитаск, мультитаск. Ну, на третий еще пробок подрезают у протуса, и протуса выходит из стабилизаторов, то есть таких поздних у него нет скорости призме, то есть дестабилизатор не будет таки опасны, как там, если сразу протуса выходит в такие технологии. И самое главное, конечно, вот убит третий нексус, и сейчас каст найдет, я думаю, вот этот прокси-пилон, там прокси-гейт, и, соответственно, протуса в атаку будет тяжело, то есть ему надо будет вроде бы вар-призма строить, чтобы дестабилизаторов возить, и при этом ему тяжело будет харасить. То есть каст сможет нормально еще разводить теми самыми дропами, ну и в лоб воевать тоже очень неплохо. Вообще, конечно, в идеале кассу добавлять, ну, продолжать, во-первых, какой-то делать небольшой харас, хотя потом каким-то маленькими дропами, а потом постепенно переходить, кстати, понимаешь, что потеряет этот гейт, добавляет новый гейт для до варпа, то есть он уже собирает улынь из двух баз, хотя одна пробка даже несколько пробок таскает с третьей базы, но два дестабилизатора, если касса от них уворачивается, то все. У протуса как бы нет огневой мощи, у касса уже есть грейд 1-1, у протуса только грейд на броню, вот две минки, ну, блин, вот сейчас, конечно, опасный момент такой. Но у касса есть еще три минки, так что они высаживаются, то есть, точнее, закапывают, если что, касс в крайнем случае поднимет просто третью ццку и отлетит, отойдет под минки. А в это время летит тройной дроп на мейн, и, кстати, пилон, который касса туда атаковал, он уже раненый, там, да, меньше, там, жизни у него там 86, так что в будущем ему будет проще добить. Плюс у Мавершип Корр всего два фотонаверчаржа, то есть все, Мавершип Корр погибает, здесь гейты начинают теряться, просто вынужден идти в атаку, торопиться, он идет прямо на минки здесь, он хотят делать хорошее длину. Ну, от на минков хорошо тут, и дестабилизаторов касс успел под фокусе, здесь разбежался. Да, то есть в атаке касс сейчас вынесет, но в обороне там потихоньку-потихоньку за стенкой должен отбиться, вместе с рабочими. Да, тут уже видно, что просто явно не хватает, если это было два колосса с рейнджом, это было поэффективнее, но пока тут запедешатся дестабилизаторы, не факт, что попадут еще, поэтому... Ну да, и все, надеюсь, уже по красоте как-то. Был близок, два-ноль. Опасная такая игра, вообще опасная, близкая. Один-один, ребят, третью ждем. Подождите, у меня что-то говорит, что немного подлакивает. Альси, приветствую. Так, ребята, отпишитесь, пожалуйста, если вы на Гудгейме есть у кого-то влаги, нет? Блин, задержка, конечно, это такие вещи. Миша мне пишет, ну, спрашиваю, зачем заставляешь нас нервничать, и он мне отвечает, да к шоу делаю, наслаждайтесь. Хорош, хорош. Интригу постоянно, то есть держит, держит нас напряжение. Ну, странно, у меня просто потери пакетов нет, и почему лагает, я не понимаю. Странно, странно. Да, может и от сайта лагать там, в принципе. Теоретически. Третья игра, а, кстати, надо же счет выставить. Да, 1-1. Они же до пяти побед еще, ой, до трех побед играют. Да, Бо-5 у нас, десайдеры и венерские матчи. Для интересности в группах сделали. Да, это хорош, хорош. То есть кто-то сми надо тоже Бо-5 потом будет играть. Кто это будет определиться? Точно не в этой игре. Возможно, в следующий, но не факт тоже. Каз снова начинаю через быстрый газ. Кстати, Кр тоже повторяет свой билд. Через быстрый газ экспант, видимо. Хотя, может быть, у него и в технологии тоже так идет, я чуть не обращал внимания. Ну да, но он просто именно 16 пробок здесь как бы строит. Все, ну вообще, это безразведывательный билд получается. То есть пробку не ведешь, быстрых 16 получается на минералах и в газ одну. Чтобы просто как бы не мешать 16 этим и заранее газ добывать. Ну так получается эффективно, да. Можно где-то на три пробки на минерал поставить, зато газ пораньше. Вот такие, типа того, билды там любил, я помню, у Воля раньше, типа 16, потом только газ начать добывать, а здесь наоборот пораньше. Ну, нужно, нужно, да, такие моменты продумывать, на самом деле, оптимизировать именно экономику под какие-то билды свои. Ну, если у тебя такой есть уникальный билд, то у тебя уже тяжелее намного построят. Ну, у меня звонок вроде бы идет, но странная фигня, что-то мне серко... Кто идет? Так, Паша, видимо, отошел. Так, Паша, я тебя слышал. Прекрасно. Странно, странно, окей. Значит, что такое табак, может у меня что-то с интернетом, странно, что-нибудь знает. Ладно, в общем, здесь идет стандартное развитие от обоих игроков, причем, кстати, да, вот раз вообще не делай разведки. Но у него только керани Маворшебкор, есть сталкер. Каз приходит здесь, Маворшебкор, пролетаетесь. Такую по периметру базы. Ну, в общем, небольшую розетку сделал, конечно, придется еще возвращаться. Но в целом, в целом, я думаю, касса это устраивает. Ситуация, когда нет вот такого раннего чеза. Потому что можно сделать как раз-таки дроп минок, как касс любит. Вот. Причем, кстати, здесь у Крыл так стоят пилоны, что за минеральной линией он не защищает. Если на верлайн, на вихре, там это было нормально, потому что там, получается, зона залета была, выманил еще фото на вертчарж. Касс, это вообще по красоте. Да и уходит еще репер такой на вираже. Рассекает тут Мазерфор. Чего уж ходил, сучок ас. А, ну там сталкер вдалеке. Да, да, да. Уже мне не уйти буду до конца. Ну, по красоте он, то есть, уже разведал. Робот, вилай. То есть, он вообще выполнил программу максимум. Ну, еще в пробах, конечно, бил был вообще шикарно, но в целом этот, получается, на один меньше будет фото на вертчарж, когда во время дропа. И, ну, и, как я уже сказал, пилоны стоять не очень круто для антидропа. Хотя вот добавляет сейчас только из-за минеральной линии против этого. Вот, в этом плане, конечно, будет. Ну, посмотрим, куда касс еще тоже будет дропить, потому что он же может дропить сделать на натурал. И он, кстати, собирается делать дроп на натурал. И это очень круто, потому что на натурале-то, если на мейне он пилон добавил, и на мейне второй пилон добавляет, а на натурале за минералом вообще всего один пилон стоит от таких лобовых атак. И один сталкер всего. То есть, он не сможет помешать на 100% закопаться минкам. Если, в общем, еще немного завтыкает, то минки могут вообще долбануть очень круто. Касс как раз делает тот билд с ревеном, с танками, такой пуш, там, плюс один. Хороший. Так, 4 сталкера есть, но минкам пофиг, на самом деле, на 4 сталкера, потому что они спокойно могут окопаться и бомбануть не славу. Две пробки и минус одна минка, может ее увезти, имеет смысл. А ну, касс, которая как раз не разрядилась, уводит. И эту надо выкопать и увезти сразу. Хороший. Минералы не добывались, пробок 3 штучки погибло, и ничего не погибло у кассы. Самое главное, улетел он. Да, по красоте. Сейчас ревен выходит из терпорта, касс увидит, нет, апса, похоже, там, в атаке был. А, вообще, нет, заметил, заметил, касс, все, обслуживание улетит. Надо принимать, да, уже. То есть, в любом случае, если даже мариками не получится сбить. Ой, касс, что ты делаешь? Ну, сейчас догоню. Есть, есть, есть. Так, у тебя ревен быстрее, апса, это оказывается. Чуть-чуть догоняет. То есть, если увидел, то все, уже от ревена не улетишь. А вот это уже ошибка со стороны кассы, что он сейчас делает, но... Ну, одна у сталкера хоть минка минуснула, еще бы переконтролил бы касс. Хотя, если бы переконтролил, она бы дольше целилась, возможно, бы она вообще выстрелить не успела бы. Укрт довольно-таки грамотно делает, он добавляет уже робот-эксбэй, то есть, у него будут вот такие двунки ранние колоссы. И вот против пуша это может сработать, потому что если бы он сначала поставил третий Nexus, а потом только технологии такие добавлял, то было бы, конечно, сложнее. Но в целом, все равно, у кассы будет хороший билд, то есть, мощный. Да, Steam уже сейчас будет, щиты делаются, как бы, и... Ну, это примерно одновременно и Steam, и щиты, чуточку попозже подъедет атака. Да, да. Ну, здесь даже в приоритете получается, то есть, начинается выход там примерно под Steam Pack'ом, то есть, даже, может, немного пораньше. А потом именно атака уже доделывается в дороге, там, или прям в бою. То есть, протас, потому что двухбазового терана принимать здесь, ну, не захочет. То есть, обычно протасы ставят как раз-таки третью локацию, и, соответственно, протас должен принимать где-то у себя, а вот в дороге теран как раз и доделывает все свои основные апгрейды. Ну, и у кассы сейчас скоро будет, так, Ревен здесь висит, пошла третья ЦЦ-ка, сейчас будет добавлен два Либератора, и... И все, как бы, пока газа хватает только на одного, но строится еще два. Ну, точнее, сейчас еще один будет заказан, и вот выход будет уже от кассы. Главное, вот, конечно, Ревен сейчас заметит ли Апса, или Апс, открыл, улетит. Нет, заметил. Касс, 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 касс. Нужно выходить просто через Ксиланага, видеть, что не контролируется. Но выход очень сильный, 62-44, 64-42, точнее, по лимитку, боевому только что было. Кстати, Кыр не колоссов и дестабилизаторами именно решил, да, как бы контрить тут? Ну, это, кстати, интересно. Ой-ой-ой-ой, сейчас типа, касс, 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 касс! Если бы Кыр еще куда-то там контролил бы, как же больно, кассу прилетело, это жесть вообще. Танки засиджились, ну, два танка просто краснющих здесь, и даже вообще боль полная. Так, Касс складывается, идет дальше, Кыр идет ему в спину, в тыл, заходит, здесь минка сейчас бабахнет, еще касс, минус, сталкер и с N2 сплэшем еще накрыло. Тут надо улетать, касс пока что, хоть выжило, блин. Да. Либератор минус, танки минус, ставится автотуриль, есть еще одна автотуриль у касса, он тоже его выставляет, или блинк идет, а, даже три автотуриля, как же больно, они делают здесь. Да, неплохо, но выход, конечно, провалил. Экономики, демо, 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 еще сейчас и Либератор погибнет. Минка сейчас выстрелит. Ну, Кыр, блин, грамотно, Кыр грамотно делает, все, я расскажу вам. Это факт. Да, в чём-то. Все, кажется, цех, конечно, есть, но уже на быструю победу рассчитывать какую-то выходом не приходится, придется пободаться, полетать здесь. Угу. Ну, карта, конечно, такая более-менее удобная, что если делить напополам, там, проходы, то есть с Либераторами перекрывать, в этом плане удобная тема. Каа сейчас собирается уже заказывать второй, нет, пока только бараки добавляет. Ну, третий ЦТ-шка перелетает, так что в целом. Ну, протас собирается уже ставить четвертую локацию, потому что у него мейн заканчивается. То есть, ну, кстати, Кыр вообще, он собирается переходить в такое позднее-позднее макро, он разделяет армию именно от дропов, апсами там видит всякие выходы. То есть, ну, довольно-таки грамотно, очень даже грамотно играет Кыр. Ну, Каас решил врубить в старую школу, как Брюс завещал, типа, убивая тебе одну базу, строишь две. Ну, тут, как бы, Каасу никто не убивал, база просто выход убили, но он решил, что пост третьей сразу четвертую вылюплю на центре ЦЦФу прямо на Минерала. Кстати, она нормальная или чуть вперед выделяется? Мне кажется, немного вправо, на одну клетку. Не то, что так кажется. Каас еще выход делать на четвертую, здесь After Raven прилетел там на третью, поставил несколько автотрейлей, но там колоссов уже столько, ой-ой-ой. Но четвертую, кстати, отменил, это задача меню выполнена. Но сейчас может один дестабилизатор три... Олег, это неприятно, Минки, долбаной. Три, Минки там много, уже Каас продолжает ломиться, сталкеры уходят за адептов и колоссов. Ё-моё, что-то тут опасно как-то. Ну хорошо, хоть дестабилизатор успел выбить, и два колосса оказались без прикрытия просто. Блин, как Каас настимился здесь, это тоже вот такой момент непрест. Медивак, малыш, Минка. На две, на три Минки попадает Кроц. Ну тут блинки есть, и как бы сможет ли Каас уйти? Нет. Один Медивак с одним мародером, который в панике просто будет рассказывать своим там собратьям, в какую он передрягу попал, очень скоро. Да, но Каас сейчас идёт... Там три Минки в центре сейчас могут долбануть. Да, они могут очень больно сделать. Хороший. Ну да, вот эти Минки окупаются, чуть не больше, чем весь выход, опять же. Дроп на Мэйн, здесь дестабилизатор уже идёт встречать, увидел Апсом. Так, ну здесь, конечно, сложно сейчас будет Каас, хотя дестабилизатор делает всё-таки выстрел. Есть где подконтролить, Каас за пилона отойти. Да, 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 да. Да, 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 активировать, Каас, специально, чтобы пехота не ушла. Каас, специально, чтобы пехота не ушла. Каас, уходят, хорош. Хоть один Медивак, но всё равно сложная ситуация, очень сложная ситуация у Кааса. У него есть Ревен, залетает на третью базу к Протосу, здесь пытается... Нет, всё-таки решил не залетать. Потому что Протос купит очень мощный лимит. Каас добавляет, конечно, второй Старгейт, точнее, второй Старпорт у него добавляет. То есть с Либераторами, ну, нормально можно принимать Протоса. Потому что здесь такие линейные, линейная карта, то есть Протос не может сразу там с трёх сторон напасть. Он, если в одной дорожке идёт, то, скорее всего, по одной и будет идти. То есть Либератор в этом плане здесь очень хорош. И, кстати, поэтому Кр добавляет уже Старгейт, и он собирается выходить в Тимпестов. То есть он даже не хочет переходить на половину оппонента. То есть он хочет поделить карту пополам, так постепенно. Вообще раньше это так сильно было, очень стильно на этой карте. Потому что, то есть там Фатонки, Тимпесты, Хай Тимплары. Как бы постепенно занимаемся, занимаем всю карту. Это даже, даже Воли, извини, что перебил, было, ну, можно делить спокойно. То есть битвы уже шли за 6 и 12 примерно за вот эти базы, через которые идёшь к оппоненту. Вот, да. А, стабильно, своих 5 занять стабильно можно здесь. Вот, поэтому уверен в своём, в своей поздней стадии. Хотя вот сейчас пробивает камни, похоже, намеревается таковать, но у кассы, у кассы нет либераторов. Один либератор только есть, но он висит только на натурале. Потому что он бы пригодился сейчас очень сильно. Так, ну касса 200, здесь к нему 166 идёт. Чуть не нагловато ли пробска вперёд? О, зелки сагрились. Как-то уникальный скил у кыра зелков. Ну касса 2-2, вот в чём прикол здесь. Касса 200 и тирана вот нужно 200 всегда побыстрее реализовывать. С пробсом, по крайней мере. Ну хотя здесь уже касс мог видеть штормы, уже со штормом уже, да, лучше не спешить. Просто когда ты вот только-только 200 набрал, особенно если ты знаешь, что ты касса, и набрал, тогда скорее всего быстрее оппонента, то можно и поспешить немножечко. Так, идёт крах-перёд. Либератор раскладывается. На шторме хочет ворваться, похоже, оппонент касса здесь. Так, дефенс-дрон, колосс падает моментально, штормы пошли, либератор упадет. Штормов ну очень много здесь. Офигеть, как штормит. Сели викинги рано, а не сели. Шадоу Марине активировал премиум на ваш канал. Сейчас, как-то неплохо ещё воюет. Ну да, повоевал неплохо относительно, учитывая, что там штурм был. Вот если викинги чуточку попозже сели и не танковали бы под сталкеров, было бы вообще бы замечательно. ГОСТ уже есть у Касса, что самое интересное. Угу, хорош. Так, 4 хэдами. Так, МП, да, пошло, хорошее МП. На 2-2 грейдах, Био просто унижает здесь всё. Либераторы где-то сзади. Почему вперёд ничего не идёт? Где викинги вообще? 45-127. Не, ну Касс побеждает, замес. Ну просто ему-то теперь нужно будет подстроить вот эту всю комбинацию госты, викинги, там, либераторы, медиваков чуть-чуть. А Кыру просто копиться, то есть строить темпс, то варпать, получается, и штурм делать. В этом плане ему выгоднее как-то. Ну, здесь сейчас, конечно, такая ситуация, что если Крыт дальше будет лезть, и опять получит ЕМП в хай-темпларов, ну, у него только единственный сплэш, это вот как раз-таки остались хай-темплары, то есть в прошлой битве он потерял дестабилизаторов, очень важно. Да, да, дестабилизаторы важны, но не всем и рук хватает на такой стадии, и что он там раскидать и дестабилизаторами, и ещё и контролить как бы там одновременно, то есть... Ну, кстати, ты видел, что он раскидывал, ну, более-менее раскидывал, то есть он кинул сначала дестабилизаторами залпы, потом пошли хай-темплары, штурмы покидали. Да, да, не, ну, Кыр хорошо на самом деле играет, и... То есть на неплохом вполне уровне таком. Да, молодец. Не скажу там, за ММР сколько там и чего, но... Неплохо. Так, а что либераторы-то? Почему они не хотят своих прикрыть 4 медивака в дропе? Блин, и Кас вот вроде облетал, а в итоге одним медиваком пролетел, но Кыр не понял всю, всю угрозу полностью. А, здесь 5 фат... У-у-у, здесь вообще нормально всё. 5 фатонок, пилоны, но... Кас всё равно решил дропнуться, и правильно, потому что био оно ломает очень жёстко всё это дело, и... Так, Сторгит и отключил. На дальнюю, пятую, можно... Ух, сколько темпистов здесь, а? 6 темпистов летит. Были бы здесь марики у Каса? Побольше марики. Могу принимать, да. Так, раскладывается либераторов, а здесь одни темписты, что в чём прикол-то? Нексус, конечно, убьёт, но с МПС здесь... Да, но Кас ещё и пробок убил. Нужно либераторов увезти было, Кас просто их слил, никуда сейчас получается. Надо забрать нексус, можно ещё даже дальше было его дропом полететь, но... Один, хоть медивак-то дальше, Кас, полети, нет, не полетел никуда Кас. На темплера запутал, всё. Как-то вроде... Ну, то есть... Потери вообще, смотри, 19773, 19775 вообще, два минерала, разница, два. Но, прикол в чём, Кас как бы мейн... На мейне вроде разменялся, не дико выгодно зданий поубивал. И там тоже он юнитов, чтобы потерял на ресурсов больше, чем зданий эти стоили. Но убил нексус в этот вопрос. Теперь пытается пойти вперёд. Это вообще на одной базе, можно сказать. Так, ещё прям... Не хочет нексус без знаний покопиться. Он решил, что у него всё плохо. Похоже, что да, штормы проходят. Ну, три-три игры и декаса очень сильно сейчас решают. Тут лапу сплетится вроде как от шторма. И, похоже, всё-таки... Нет, решил не идти касс. Ну да, у него всё очень деменджено. Нужно полечить биомидиваками. Ну, они, правда, без энергии, как лечить будут, непонятно. Ну, викингов нету. Да, на 5 врыв. Да, это очень такое. Ну, хотя, в общем-то, чисто викинги, госты. В этот раз что-то касс прямо через апсервера сюда летит. Ну да, кстати, с торги и ты отключил. Темпистов пока не будет. Вроде бы и не заметил, как будто бы, Крр, что к нему дроп летит. То есть он ничего даже давать не... Он, наверное, подумал, что может успеет поймать на муве сами мидиваки. Но он уже касс прилетел. Как бы, Крр отстаёт, как в той первой игре, помнишь? Уже вышел дроп перехватывать, а он уже на мэйне. Да, есть. Оп, архивы тампларов. Да, пил. Салончики падают, архивчики темпларов. Кибернетку, робо можно попутнуть. Да, ключевые технологичные здания. Касс шатает. Мидиваки упали, но темписты быстро Био не выбьют. И это очень-очень важно. Так, заходит касса. Гост номер один падает. Гост номер два пока живой, но он недолго. Он был живой. Нужно отступать кассу. Так, штор пошел. Кр больше боевого намного. Сейчас, чем касса прям встала. И касса что-то наглеет. Уже на цеху на это поперся. Вискас 322 активировал премиум на ваш канал. Я думаю, вот так, одно и второе, но еще один штормовичок есть здесь. Ну, хорошо, по марикам не попал. Так, викинги шатают колоссов. У касса есть две атаки уже на воздух. Это очень важные грейды здесь получаются. 120 на 108 по лимиту. Ну, так это надо давить ему пятый, не давать занять Нексус. Ну, вот, погоди, а сколько стоит только у касса? Старпорт 2, 2, 2, нет, 2. Написано 2 на Т, я жму, а вот второй на... Между 4 и 2 базой тут находится. Подождите. Вот где ЦЦ-шка пролетает. Сейчас там старпорт, еще один. А, ты между у кассой. Да, надо с торгеть. Старпорт, я попутал. Да, 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 два старпорта в этом плане, нормально. Ну, там вот как раз-таки тимпеста. Ну, вообще экономика, конечно, сейчас у обоих игроков не суперкрутая. То есть уже все, по 4 базы они выкачали У Касла нужны медиваки У него 3-3, у него на викингах 2 атаки Ему просто нужно вылечить все био И гастов у него уже 11 штук То есть это все юниты Без полей Тут у Касла тотальное доминирование Именно по технологии МЩК В данный момент слимикса смотреть Вроде у Бродсу тоже лейт Тир 3 темперс Но у него нет шторма Колосс один всего там Полудоплое, дестабилизаторов нет Офигеть, говорит, что за фигня Поставить активировал Прикрытие мощных стоит у Процесса А у Процесса там ничего толком-то и нет Викингов, конечно, получает указ Сейчас не хватает Сейчас ждет, что у него викингов То есть побольше, когда накопят Тогда собирается атаковать Но хотя Процесс сейчас Вот Кырс сам вынуждает И Каса, соответственно, на атаку Но если Кас пойдет в атаку То Кырс здесь отхватит Но хотя с другой стороны Кырс же тоже не знает на 100% Хотя нет, он же обсобь здесь Все визит, все палит Да, но восстановил Нексус С инвизом здесь еще Хороший Чем-то Вол мне даже напомнило Ну да, есть такая тема То есть если не было Демпестов То было реально Вол Напряженные игры Да, но 2-1 Кас В макрос Касом тяжело бодать Скажешь, продакш У него просто гигантский И видно, что уровень сейчас хороший Такой Да, да То есть там Разводит, контролит Напрягает Ну что, Нью Кирк Сейчас будет Большой дроп от Каса После быстрого рейвена Я по крайней мере на это надеюсь Так, это билд очень хороший, мощный Посмотрим, применит ли его Кас Там вообще, там несколько вариантов Можно дожидаться с ним Пака, можно не дожидаться Один проб без стимпака Соответственно, идет просто гораздо раньше Но со стимпаком более эффективно Кто-то не жмет Кто готовность-то не жмет А, вот тут вот нажал Да, ребят Я когда У меня, кстати, в Старкрафте Потому что у меня стоит не Оконный режим А фуллскрин Поэтому если я делал вальтап Мне Старкрафт повисает Вот такая тема Потому что бывает, что Я когда в вальтап ухожу Ребята думают Как так, картинка повисла Ну нет, все нормально Не переживайте Сергию пишет Качественно Да, вот в маленьких микромоментах Меня, конечно, Крыл очень сильно удивляет То есть вот это там Минку Когда там отконтролил Да, там с Либератором Сначала приоритет сделал Грамотный по Либератору Потом только Минку Ну да, выждал пока Она закидешится Блинкнулся Именно четко развел ее на залп Молодец То есть это показатель уровня Такого, что человек Как бы сейчас тренируется Играет И, ну, по крайней мере Готов показывать Очень хорошую игру И у него же план был Вообще такой На макро То есть было у него В некоторых моментах Что он шел куда-то наламываться Там вот как с хай-тимпларами Когда там 4 хай-тимплара Сразу не им попало То есть а так-то у него план был Именно разделить карту По валам И дойти до такой Поздней-поздней стадии А сейчас мы увидим Прокси Старгейт Открыл Так, а у Касса Рипера Или факта, интересно? Газа много Скорее всего Рипер Скорее всего Рипер Да, сейчас Касс уже вроде бы от факты Но вот опять Сейчас, конечно, минус То, что Касс не делает Разведку рабочим Хотя здесь Рипер Успевает нормально То есть он приходит Видит, что Нет Нексуса Заказывается инженерка Заказывается бункер на рампе И в целом Должно Но Если рабочим сделать То Рипером сразу Можно лететь Прокси искать И можно пилон Попытаться выбить Успеть Да Можно понапрягать Ну и проще Проще в этом плане Становится Что ты знаешь Уже где находится То есть Что как бы там То есть То есть в Рипером Можно сначала Пилон подолбить Потом полететь Поколбасить Например пробок Потом опять вернуться Пилон Ну то есть Такая тема интересная В этом плане Но это вот Зато с другой стороны Вот если не едешь КСМ Зато минералы больше Все Все немного быстрее То есть тоже есть Свои плюсы У Касса Конечно Так ставится Факторка Очень близко к бараку И там бункер Если что Может быть Только слева Или справа Поставить Ну ладно Вообще в целом Нормально Сейчас пойдет Фотон верчашная А какой фото Ставит пилоны Но Так репер здесь Спрыгивает Видит что нет У нее Сейчас реперу Могут поймать Нет Касс ворачиваться Хорош Репером Репером Касс ворачиваться Здесь пилон Такой поставлен Это скорее Просто напугать Ну как Тут мазеркорда Летит уже А летит Лол Да Что-то я его Не заметил Это да То есть Просто кассу Вообще нечем Абсолютно Отменить этот пилон Что совсем Линд Так у нас еще Инженерка не строится И оперный театр Ну да Тут оракул Может очень больно Сделать Он сделает Скорее всего Больно Еще минус Репер минус Марик Минус Еще и второго Марик Еще минка Сейчас выйдет Она будет Мейн прикрывать Да Мейн прикрывать Здесь зато На продакшене Проблема Будет Сколько Долго Оракул Прямо на минку Правда Летит Здесь есть Адепт Можно Оракул Бах Минус Оракул Грелочку Заказывать Корот Если по адептам Зашел Здесь Депошечки Нет же Только сейчас Понял Что ли Реактор Долго Выбивал Долмариков Заказывать Тут Грелку Получается Если Зайдет То Уже Все Не Очень Будет Да Ну У Каз Есть Два Барака Есть Фактор В целом Вообще Хорошая Продальше Даже Что Что Реактор Потерял Это Не Так Страшно Две Сц Единственное Каз Допустит Надо Выбить Так Пилон Надо Выбить Обязательно Мазерпорт Пытается Каз Забрать Нет Он Уйдет Там Далеко Он Квот Ушел Добьешь Да Добьем Молодец Здесь Адепты Заходят На Мейн Каз Уфили Крабами Куретку Крзамеч Там Три Просто Дэмэн Джинах Ксм Да Там Одного Штоль Хп Не Три Даже Больше Еще Остается Так Что Уже А Новый Оракул Пришлось Из-за Потери Предыдущего Дел Нужен Ревелэйшн Друг Там Минки Да Но Вообще В целом У Касс Нормальная Ситуация Там Такой Состав Армии Очень Хороший Касс Уже Третью Цэшку Заказывает Нифига Касс Подумал Что Там В Макро Переход Играет Это Опасно На самом Деле Это Очень Опасно Потому Что Сейчас Идет Ол-ин У Касс Везде Ставятся Пристройки И Блин Это Если Потеряет Сейчас Еще Минка Побежала Вперед Ой Жесть Вообще Жесть Да Да Касс Тут Немножечко Не то Делает Это Конечно Печаль Сейчас Адепты Будут Заходить Полетели Во Во Эдре О Грелочки Летят На Перехват Адепт Правда Не того Юнита Ковыряют Сейчас Пошел Еще Довар Циклон Конечно Ушел Но Похоже На 2-2 Очень Похоже Да Потому Что 55-36 По Лимиту Чтобы Сразу Выбивают Лаву Касс Касс Морик И падают Серденького Не будет Барак Можно Укрить Сейчас Сразу 2-2 Так Я подумал Что Переход В Макро Что Крым Уже Все Раз У него Улын Переначально Не удался То Он И Пойдет Там Нексус Оставить Ну Вот Блин Пас Нан Влад Давай По поводу Прокси Оракула Ну Да Что Сначала Одно Прокси Потом Общий Переход В полный All-in Такой Стратегия Очень опасная Конечно То есть Если бы Касс Это Разведал То Конечно Там Все было Бы гораздо Проще Ну И Вообще Касс Победил Но Вот За то Что Риппер Просто Первый Погиб К сожалению На Пилоне Он Не Мог Сделать Разведку Экспанд То есть Риппер Должен летать Как бы Смотреть Протас Во-первых Он Напрягает Самого Протаса Там На Мейне Постоянно Постоянно Заставляет Какого-то Адепта Одного Оставлять И Во-вторых Просто Смотрит Есть ли Нексус Или нет И какие Здания Просто Еще Добавляет То есть Это Такой Очень Ценный Юнит В этом Плане Ну К сожалению Вот он Погиб И Поэтому Касс Слепую Играл Да Ну Пятая Решающая Может быть Она Как бы Любой Продолжительности Эта Игра Но Посмотрим Посмотрим Может Предпочтет Прокси Сделать Может Может Быть Решит Сыграть Я Надеюсь Касс На этой Карте Сделает Развед Какую-то Поле Основательную Такую Потому Что Ну Хотя Конечно Здесь Вряд Лик Если Будет Делать Старгейд То Я Думаю Касс Тоже Подготовиться К этому Ну То То К К Улыну Какому-то Возможному Ну И Рипера Самое Главное Конечно Первого Рипера Не Терять Так Что На Старкрафт Висит Лол Что Старкрафт Не могу А Нормально Все Бак Так 2-2 Ребят Опять поехал Ранной Пробкой Очень Ранной Пробкой Вообще Может быть Разведка Такая Просто Экстремальная Потому что На этой Карте Здесь Периодически Тираны Катают Прокси Барак Факторка Старпор Может быть От этого Хотя Что-то Пока Непонятно Куда Ей Пробка Похоже Все-таки На Прокси Да Прокси Прокси Опять От Кр А Кас Похоже Не будет Делать Разведку Рабом Но В прошлой Игре Он Довольно Неплохо Отбился От Первоначальной Волны Такой Агрессии Но В прошлой Игре Просто Оракл Например Очень Хорошо Залетел На Минку В этой Игре Если Кр Будет Более Внимательный То Тогда Могут Быть Проблемы То Если Первый Оракл Выживет Там Раньше Будут Две Грелки Например Да Причем Кстати Кр Может Сделать Такие Майн Геймс Сначала Оракл Похарасит Попытается А не Прокси Уже Ранее Вообще Смотрю И Не Зай Упа Второй Гейт А это Уже Интересно То Это Получается Какие То Сталкеры Что Ли Быстро Интересно А Зачем Такой Ранее Здесь Интересно А Это Просто Как раз Получается Подстройка Под Фаст То То Вообще Чаби Любят На Европе Такое Делать В общем Это Либо Адепты Либо Сталкеры Здесь Идут Они Сначала Очень Сильно Напрягают Натурал Причем Едет Пробка Еще Ставят Фотон Верчаж Спилоны И у Процесса Есть Варианты Выходить В торгей Причем Можно Даже Не Прокси Ставить Но Обычно Прокси Еще Добавляют Тогда Такой Очень Жесткий Микс Но Вообще Сейчас Крыг Как будто Намеревается Хотя Он Добавил Второй Газ У меня Такое Ощущение Было Что Он Как будто Натурал Собирается Ставить Бобер Бич Активировал Приму На ваш Канад Сейчас Получается Кас Улетел Рипером Вперед И Пробка В это Время Спокойно Приезжает Потому Что У Кас Ставится Реактор И У Него Нет На натурале Как бы Общенькой Защиты То есть Он Об этом Но Не Может Ее Просто Встретить И Пилоны Соответственно Встанут 100% За счет Пилонов Протас Пробивает Саплая И Адептами Соответственно Входят Уже На Мейн То есть Так как Два Гейта То Протас Больше Прирост Юнитов Идет Чем У Терна Пока Вот Интересно Какая Тема Она Очень Опасная Такая Очень Мощная Касса Главное Сейчас Достроить Цэшку Но Пробка Адепты Здесь Просто Вот Это Конечно Кирдек Они Так сильно Мешают Но Касс Достроят Только Мариков Касс Касс Главное Мариков Не отдать Сейчас Надо Просто В бункер Касс 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 Мариков Бункер Не Ой Это Полная Печаль Сейчас Очень Ценно Каждый Юнит Бункер Уже Не Отчинить Будет С Отбиваться Сейчас Конечно Либератор Циклон Строится Рипер Полетел В атаку Рипер У Касс Еще Пытается Отчинить Саплайн На этом Еще И Мариков Потерял Что Точно Не Нужно Было Ему Делать Касс Как Это Терять Мариков Но Почему То Не Туда Кр Упустит Этим Уверчаж Так Еще И Не За Уверчаж Не Забрал Тут Адепты Прыгают Все Сверху Уже Проблема Вот Этого Пуша У Кыра Да Пробил Да Зашел Но Нету ДПС Такого Как Грелка Там Захарах С Адепт Они Как-то Не Знают Циклона Нечем Убить Например Здесь Вообще Совсем Еще Учинив Саплай Хорош Учинив Саплай Что-то Распыляется Демед Часть Юнитов Адепт Шатают Часть Мазер Наконец Циклон Добрался До Пилона Чё Каз Боится Вот Можно Было До 50 Хотя Цирк Не успел Бо Чаш Пошел Так Пилон Переагрился Все-таки На Циклон Чика Упадет Понятно Серк 7 Реал Активировал Премиум На Ваш Канал Там Просто Еще Очень Такая Неприятная Штука Строится У Продсона Мэйни Даркшрайн У Каза Нет Инженерки У Каза Есть Конечно Сейчас Две Цэшки Но Блин Хватит Лим Ускана Там Еще Адепта Прихватила Напрягают То Есть Такой Очень Необычный Переход Потому Что Каз Мин Куд Закопал В Минералах Потому Что Он Ждал Как раз Оракла А тут Именно Будет Такой Вот Ответ Необычный И Блин Адептов Данки Много Кстати Да Ну и что Полеомета У Каза Все печально Как-то Прямо Очень Интересный Такой Был Марик Просто Вообще Их Мало И они Ничего Здесь Не Решают Абсолютно Так Где Три Дарков Здесь Абед Похоже Что Каз Против Мина У У Нас Матч Лузиров Будут Так Адеп Терепорхнулись На минку Попали Три Дарка Заходят Надо Их Сплетануть Просто Кыра Он Понимает Что Надо Сплетануть Сплетит Дарков Короче На каждого Дарка По Скану Вынужден Будет Тратить Каз Молодец Уходит За Скан Это Печаль Это Беда Не знаю Если Каз Выиграет Эту Игру Хотя Боевого Больше Лимита У Каза До сих Шиплон Первый Погиб Это Точно Не нужно Было Допускать Еще Дарк Варк Да Как-то Не хватает Сейчас На Мейне При Этому Процесс Нет Защиты У Него Мавршикор Наход В Атаке И Соответственно В Этом Плане Либератор Может Зажечь Ну Там Правда Конечно Сталкеры Но Что Каз Б Ищет Что Б Не Понял Что Б Ну Короче Каз Против Мина Будет У Нас Вот Такие Вот Дела Выбил Кэр Одного Из Наших Игроков Да Чизы Конечно Это Мощная Штука Но Вот В этом Плане Кэш Каз Получается Немного Перехалявил То есть Там Если Делаешь Разведку КСМ То Можно Попытаться Либо Рипера Просто Оставляешь Либо Начинаешь Когда Искать Прокси Можно Поймать Проб Тогда Без Фотона Верчаржа Протасу Тяжелее Пробить В этом И реактор Гораздо Ну Соответственно Живет Да Там Саплай Живут То есть Главное Просто Цэшку Достроить Поднять И В этом Плане Ну Ладно С другой Сотраны Сейчас Мы Увидим ТВЗ А Не ЗВП Я Этому Рад Да 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 Тоже Какая Ну Посмотрим Что Минат Сможет Кассу Противопоставить Так Это Даже Интересно Потому Что Понятно Что Касс Фаворит Будет Лимината Мандражировать Или Нет Будет Лиминат Четко Играть А Так Кыр Проходит С первого Места То есть Вы Понимаете Ребята Это Как Потому Что Я Прошел Со Второго Я Попадаю На Первое И Возможно Как Раз Я Попаду На Кр Тогда Я Вообще Буду Ратовать За То Чтобы Группа А Ну По крайней Второе Место Группа А Попал На Первое Место Группы Б На Кр Да Слушай Ну Пока Сц2 Ксень Активировал Премиум На Ваш Канал Пока Непонятно Ну Да Так Первая Карта Эха Поехали Быстренько Почеркали Ребята При Положении Б Это Б То есть Назад Б Безобразие Ну да Тут Прям Кас Б Бардак Пальчиком Помахал Безобразие Блин Что тут За Адепты Что За Чезы Нельзя По Тридц Цельщики Построить До Марика Я Не знаю Там Покидать Мульчиков Построить Много 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 Там Вот Как раз Просто Обсуждение Игр Там Что Кас Не Делал Разведку Просто Кр Грамотно Подстроился Под Кас Да Да И Тут Конечно Тяжело Уже Не Ну Поотстраиваться Это Правильно Что Тут Говорить Да То есть В этом Плане Старкрафт Как раз И силен То есть Когда Играешь Макро Потом Зато То есть У кассы Безусловно Очень Хорошая Макро Но Вот Получается Вначале Касс Немного Перехалявил И Оппонент Эти Воспользовался Причем Кстати Заметь Играл Постоянно Разные Роба Прокси Старгейт Прокси Гейт Ну Да Два И вообще Необычный Пуш Последний Первый Раз Такой Вижу Прикольно Получилось Ну Да Чаби На Европе Любит Это Использует Раньше Постоянно Это Использовал Чизирок Но Он Как раз Выходил Старгейт Постоянно То есть В этом Плане Кассу Было Тяжело Потому Что Дарки После Этого Это Вообще Жесть То Что Меньше Всего Ожидаешь Ну Ладно ТВЗ БО5 У нас Удет Тиммейта Играет Между Собой ТВЗ Как Б Ну Карта Вообще Такая Нормальная Для Обоих Игроков Я считаю Здесь И механизация Можно Играть И Био Пока Скоро Все Будет Играть Все Таки Механизацию Приоритете У него Быстрый Газ Пошел Да Так что Это Уже Больше На Мех Похоже Ну По Крайне Мере Будет Факта Там Конечно С Разными Вариантами Так Серег Я От Тебя Камеру Поставлю Сейчас Давай Давай Я Тоже На Секунду Отвлекся Но Я Здесь В Пул И На Хату Выходит Минат То есть Пул Поздний Газ И Хатка Вторая Ну Не знаю Как Сейчас Забегание Минат Прокатит Ли Вообще Будет Ли Забегать Ну Думаю Да Сейчас Дрон Строится Сейчас Даже Два Пока Пул Достраивается Накопится Соточка Минералов Накопится Две Личинки Четыре Линга Можно Будет Заказать И Нормально Ими Пробежаться Минат Кстати Не особо Тут Собирается Четыре Линга Два Всего Да Два А Мината Как-то Рассказывала Я помню То ли Интервью Был То ли Просто С ним Разговаривал Что Типа Или В Скайпе Текстовом Вариант Не помню Что Он Не Всегда Четыре Строит И А Один Активировал Премиум На Ваш Канал Так Дранчевский Переводится На Вторую Вазу Пару Штучку Мината Линги Обегают Кас Их Не Встретил Но Он Дома Остался Вот Они Сейчас Пробегут Подождите А Кас Что Просто Кас Каким То Местом Своим Почувствовал Что Минат Собирается Именно Через Лингов Сыграть Да Два Линга Здесь Но Я ХЗ Потому Что В итоге У Минат Не Самая Сильная Экономика То Ему Надо Под Циклона Геликов Будет Обязательно Подстроиться А Как Он Подстроится В Украли все больше и больше. Вот, третья вышла у Мината, и криптумор один вниз сойдет. Надо еще ставить криптумор и побыстрее. Так, риппер шатает мейн, касс уже будет три юнита. Два линга, дрон погиб от этого риппера. Еще он успевает спрыгнуть здесь с рампы. Можно заглянуть на третью базу, а здесь еще дрон ставит хату. Касс замечает уже по факту, что хата поставлена. Надо геликами прикрывать риппера, что касс, собственно говоря, и делает. И две факты уже работают. Циклоны и Гелионы, любимые, в последнее время любимые кассом, очень-очень сильно. Лингов тут пожелк, еще некоторое количество королевы выходит. Нужно ли подставлять королеву так Мината? Хотя тут казалось, что гелика риппера подставляют. В итоге риппер затанковал, сейчас зарегенится. Ну, гелики не сильно продемиджены. Да, следующие атаки с циклонами уже будут более опасны для Мината. Причем у Мината сейчас есть линки, да, дозаказываются роучи, но хватит ли их? Вот опять же возникает вопрос, вот Касс строит Армли, до нее остается там 12 секунд. Нужно ему вообще вот сейчас, например, не, ну сейчас пока роучи нет, может и нужно? Вот, ну если, по-моему, затрансформировать сейчас холбатов, то прям дико тяжело Мината будет отбиваться. Да, да, безусловно. Вот они трансформировались. Вот и пошло. И жесть, как Мината будет отбивать. Только на гриппе будет раскатить можно Мината. Ну, Кату отменяет, Касс понятно, будет ли продолжение выхода или Касс. Да даже, наверное, да, логично, Хату отменил, отошел, перегруппировался, подождал прироста, например, там, и Касс предпочел зайти. Вот в таких ситуациях тираны сканят грамотно, чтобы заодно и Крип забрать весь, потому что пришел, позицию занял, вот, вот, вот так, вот, да, то есть, увидел. Просто мог бы Зерк не отпустить другой БК, уже на рамку поднялся, а так сразу просканил, Крипчик забрал гарантированно, как бы, Зерку заново нужно распространять. Идешь, там, уже прирост, туда, я не знаю, все, что угодно. Так, у Мината все плохо, чтобы говорить. То есть, у Касса, у Касса уже плюс две факты, потому что у Касса третий Сех куда делаешь, у Мината нет хаты, у Мината юнитов просто 21 линк, 5 роучей, все, плюс один заказанный муфлингом, и делается инфестейшн. Так, Касс, сейчас еще королев может помыть, так он еще этих роучей, которые там слева сейчас ходят, они что, сейчас со спины подойдут, и, кажется, их просто, ну, идиничтожь, вообще. Очень быстро. Хотя, сзади, конечно, сейчас еще роучи линги подойдут. Ну, лингов, кстати, много, и здесь, в одном плане, не могут очень хорошо помочь. Но, с другой стороны, здесь и гелионы. Циклоны еще хорошо танкуют со своим грейдом на броню, точнее, просто с базовым. Ну, в целом, нормальный размер, я считаю, для обоих игроков, хотя они все-таки больше плюс Касса уйдет. И у Касса будет грейд на атаку, Минато тоже делается грейд на атаку, но Циклоны, Гелионы, они как раз-таки восприимчивы к грейду на броню больше, чем... То есть, они такой ДПС бешеный выдавят, поэтому... Хотя, конечно, в идеале бы хотелось, я думаю, всем зергам играть на броню, играть на атаку. Ну, это да, но тут с двух-то вас это с перебором. Тяжеловато, да. Ну, да, не, ну, если только заранее выходить, то есть, бывают такие, знаешь, зерге, которые с двух хат выходят два эволюшна, роуч варят, то есть, грейды 1.1 и скорость роуча. Ну, да, слушай, ну, тут Минато, смотрю, еще плюс аж целых два эволюшна добавляется, ну, что ли, с трех решил грейды делать? Отменил, отменил. Отменил, ну, да, мисклик был. Ну, с трех я видел, как Минато играл, поэтому подумал, что да, он именно так и делает, но все-таки это с трех хотя бы хат, с двух-то вообще не... Ох, инфестеры доставляются, это вообще очень неприятно. Но ушли, ушли. Ну, Касс уже заметил и понимает, что аккуратнее надо против Микоза будет здесь ходить. Да, надо туретки сдать от закупанных всяких. Касс сразу заказывает. Барак в центре еще грамотно висит, если Минато будет идти в атаку. Ну, в целом, я думаю, Касс сейчас ситуацию устраивает. Потому что Парабам он впереди, по армии, конечно, сейчас немного Минато впереди, но вот в обороне здесь продавить такого тирана, таким количеством роучер, я тогда вообще не подсел. Да нет, как бы тут давить. Тут Минато как-нибудь нагнать бы по экономике. Ну, да. Ну, вот Минато вот тем, что он пытался как-то агрессивно сыграть, поставил себя в затруднительное очень положение. Экономики нету. То есть у Касса 200 будет даже раньше, наверное, чем у Минато здесь. Причем у Минато технологий не будет никаких особо. И у Кассы будет второй грейд на атаку. Да. Это очень важный обгрейд в механике. А Сяночку тут еще делают. Интересно. От всяких забеганий там в будущем. Вообще, хороший, хороший лимит. То есть, Кассу, если добавить, например, на всякий пожарный там... Хотя он сейчас, может быть, конечно, просканит. Увидишь, что там хайф идет. Но, то есть, да и пара творов от каких-то таких сумасшедших муд. И лимит такой вообще будет очень убойный у Кассы. Просто там в лоб всю землю практически снесет. То есть, получается, потому что время сейчас работает на Кассы. А Минато ничего сделать-то не может. Да, он выходит, конечно, вайперов. Он выходит там в гидру. То есть, такой чисто антимеховый микс. Но этот микс, он требует очень много ресурсов. А Касс уже выходит. То есть, надо уже, Зерга, как-то сейчас как-то делать армию. А на что? Да, причем у Кассы и танков много в миксе в этом, реально. То есть, халбаты есть. Все, здесь есть, что нужно. Касс идеально под плюс два. Ох, Микозер, Микозер. Но сейчас, кстати, Микозер очень опасно ползли, потому что прям на крипе. Могли отхватить сразу. Ну, минус один Минфестер. И Касс так потихоньку-потихоньку катком двигается таким медленным. Хотя вот роуч из закопки, кстати, это хорошая тема. То есть, они могут спасти. Да, хорошая, но... А, вот... Подожди, а как увидел-то? Сам не понял. Скан может оставался еще с прошлого. Хотя, не было, не было. Да, что-то странно. Так, продолжает Касс давить. Да, надо танки ближе переводить. Что-то Касс медлят с переводом танчиков. Пошел Минат вперед, хочет выкопаться. Ох, жаль, это... Здесь еще-то как-то все плохо. Да, вообще, да. Мината 140 на 116, это 1-0 Касс. Это уже 100% расклад. 10 минут ему понадобится. По потерям 7-8 тысячи, 4 тысячи. Просто двукратное преимущество. Ну, тут... Мината, как... Я думаю, мог бы с Кассом потягаться, но ему не надо было столько много роучей делать. То есть, нужно было сделать столько, сколько необходимо было для того, чтобы принять этот Куш, потом рабочих строить. Потом уже принимать опять Касса Минат. Подумал, что Касс будет без танков, видимо, и он попытается роучами именно Хлбата от склонов поддавить. Но у Касса уже танков было много там. Да, и стенка там уже началась. Недооценил, короче говоря, макро Касса Мината. Макро Касса нельзя недооценивать. Так, у Тора. Все грамотно Тора здесь в этом миксе, да, как-то выглядит? То есть, когда особенно пришел... Они и рейндж просто, получается, против воздуха. То есть, они из-за спины стреляют очень сильно. И что, потанковать могут очень неплохо и жирные. То есть, вообще полезный юнит. Мината надо менять стиль. Потому что все-таки играть через лингов в начале против гелионов, циклонов... Ну, это, получается, невыгодно. Невыгодно. Да, так оно и есть. Так, сейчас я на минуточку отлучусь. Буквально и вернусь. Окей, так. Что-то я не понимаю, что мне в чате вообще идет обсуждение. Какое-то долгое такое, растянутая. Так, ну ладно. Вторая карта. Daybreak. 1-0. Касс ведет. Посмотрим. Я думаю, скорее всего, Касс будет играть примерно то же самое. А вот, что изменит в своем билде Мината. Ну, он может либо сыграть там вот быстро храучи. Может быть, какую-то муту. Ну, потому что, конечно, есть вариант через лингов, но это очень опасно. Очень опасно. Мината при чем собирается. Нет, нет, все-таки он будет играть в хату. Мината, потому что сначала ралли-поинт одного рабочего стояла как будто рядом с хатой. Там, может быть, он думал еще поставить пол, но потом решил все-таки поставить хату. Ну, Касса, видно, что то же самое будет. Потому что, мне кажется, у Касса сначала барак, потом газ. Такое ощущение. То есть, знаешь, он типа пока заперещал. Ну, раз в прошлой игре хорошо зашло, но в этой игре он... В этой игре он собирается делать двойной дробь Марика. То есть, типа такая обманка, что в этой игре Мината будет подготавливаться как раз к Киллионам делать раучи, а там прилетит двойной дробь Марика. И это, конечно, будет неожиданно и неприятно для Мината. Но Мината пока вообще не ставит газ. Это интересный такой билд. Редко такие билды вижу на ледере, поэтому... Ну, скорее всего, будет игра в Мас Королев, в третью локацию. Ага, а, да-да, Мината так играл, кстати. Играл, как-то я помню, видел его. У Мината тоже, кстати, много необычных таких достаточно билдов есть в арсенале. Но, может быть, кстати говоря, сейчас что будет? Он просто побыстрее раскачает вторую, и побыстрее, знаешь, рауч воронти поставят и две газилки сразу, может быть, на лейер, там, что-то такое, может быть, то есть на муф раучим там. Хотя я могу быть и не прав, сейчас мы увидим все, как бы. Угу. Риппер вперед летит. Ну, четыре линга есть. Придется их на обороне оставить. Риппер-то уже на мейн зашел. К дрону привет. Вышел. Смок уйти Мината, дронщик. Угу. Ну, тут... Так. Две спорки. Нормально. Все вышло королеву. Феррир активировал премию. Заставил, заставил Мината хотя бы спорки заказать кассу. Мината экстра сапплай из-за этого вышел даже. Самое интересное. Жеребер погиб? Да, сам себя гранатой взорвал. В потерях, если Ctrl-Shift-L нажать, как бы Риппера нету в потерях. Потому что не считается такой... Да, как у Микадзе не учитывается. В счет не идут. Ну, прикольно. Он, кстати, да, уже спрыгивал, а его в воздухе получается сплэш накрыл. Да-да-да. Я и удивился, что... Вроде бы спрыгивал, вроде бы ушел, а тут нет. Нет. Так. Ну, вот. Мината, конечно, я не понимаю иногда, на самом деле, почему так делают разведку некоторых резерги. В том плане, что он мог прилететь первым оверлордом дальше, а второго оверлорда как раз-таки повесить, где вот висит над рампом, над проходом. То есть он бы просто видел, что какой билд идет у тирана. Потому что сейчас Мината заказывает эволюшн, и у него есть роуч варен. То есть он как будто бы готовится именно к механике. Хотя марики там есть. То есть нет, все-таки раз есть марики, значит там не будет биллионов. Значит, скорее всего, Мината уже понимает, что будет какой-то дроп пехоты. Просто на 100% сейчас еще не знает какой, потому что оверлорд не залетал. Но все равно заказывает грейт на броню. Роучим. Ну, смотри, извини. Да, раз говори, я что-то... Не-не, то есть получается, все-таки это как подстройка под предыдущий билд. Хотя, конечно, грейт на броню, он и на лингов будет хорошо работать, он универсально. Но я удивлен, что Каз с Майнгеймс хотел сказать, что тут от него идет. То есть он не стандартные свои факты делает, а сейчас дропчик будет мариков 16. Как бы очень опасный билд. Здесь Мината... Но роучими это отбивается, все достаточно легко, причем. Но если Каз вне вижена овера, кстати, прямо по центру через свою ксилнагу пролетит, то бропка будет очень неожиданной для Мината. Но Каз летит через овера сверху, поэтому у Мината все спалило. Да, но сейчас просто такой момент, что у Мината армия не очень быстрая, то есть у него нет лингов со скоростью, которые могут моментально передвинуться, например, с мейна на третью. То есть у него получается, что армия держится рядом со второй базой. И когда он побежит, то есть марики уже начнут атаковать королев. То есть армия будет подходить, и можно несколько королев потерять. Он бы еще бы нормально собрался, да, Маликами, так, чтобы вот такой кучей, как сейчас, королеву сразу первую бы подбежал. Иначе Лакас, Лакас там просто на муле все сливалось. Ой, я именно с Миневаком. Миневаком, вряд ли, надо убегать, иначе тут Малик, а тут привет, Долкун, доброе утро тебе. Раздает выход еще неплохо тут. А у нас еще вечер, только 10 часов. Да, прикольнее. С добрым утром, с добрым утром. Владивосток. Восточные парни. Да-да-да. Ну, наши. Второй Миневак прилетает. А что со счетами-то у кассы было? Они же уже доделываться должны сейчас примерно. Получится, не сразу заказал. Крюч, кассом ТК, но роучи на муле подставляются касс. Если б касс был внимательнее, то тогда бы... Ну, надо что-то, роучи провел. Ну, у Мината-армии же нет вообще. Третья хата минус. Третья хата минус, то очень неприятно, на самом деле, вот ситуация. Таска падает, надо кассу уйти. Мидивак даже не подставил, вроде как, нормально все. Я хочу сказать, если бы касс был бьяном, он бы вовремя прожал, но... Если бы кто-то был бьяном, то он бы, видимо, и разваливал, не хуже бы. Ха-ха-ха-ха, ну да. Бьян такой. Но у кассы все хорошо, а вот у Мината, конечно, проблемы большие. То есть Мината получается сейчас, нормально выйти не может. У него... То есть, как бы, вроде бы армия есть, не надо защищаться, потому что эти дропы 2 могут моментально перелететь на мейн. В общем, очень сложная ситуация у Зарга. А касс подкабливают танки. То есть сейчас уже скоро пойдут грейды в 2 на атаку. Хотя, в этом плане, конечно, Мината впереди. У него грейды уже один, а скоро будет, хотя второй грейд на броню уже делается. Ну вот, один дроп, он здесь держит, Зарга, то есть не дает нормально. Мината вынужден здесь на Зелнаге стоять. Хотя, крепко, конечно, распространяет, но экономика, экономика. Да, против кассы-то и с нормальной экономикой-то тяжело всегда. Потому что кассы вы сами... Касс из Воллаут, если у Тирана больше рабочих, чем у Зерга и у Протса, и больше лимита, хотя обычно по-другому, то это кассы-то было и раньше так. Да и сейчас так получается, рабов больше, боевой больше. Единственное, что по грейдам у Мината получше будет в ближайшем будущем. И хайв уже пошел, вот ему в четвертую сразу ставить, и раз хайв ставят, да, как бы по идее. Вот он выводит дрона, как бы, но... Тут такой выход-то страшный идет. Да. Три танка, марики. Единственное, что... Бейлинги по... А вот по катушке, да, везет Минат тайминг. По катушке хороший идет вперед касс. Но бейлингов не так уж много, нужно отметить. Сейчас кассу даже можно, например, сейчас особо-то вперед не ломиться, просто выбить крип и подождать прироста здесь, например, и сверху, например, крип расчистить, ксил наглуза контролить, отойти куда-нибудь вот здесь на рампу, на эту широкую встать. Касс предпочитает полностью уйти. Да, не хочет принимать сражение. Потому что чувствует, что что-то зерга много сейчас еще тоже все-таки. Хотя, конечно, здесь все от позиции зависит, но касс просто вот ищет четвертую базу. Просто обычно по стандарту четвертую ставят в центре. И если бы она была, то касс бы, конечно, атаковал. А так как если у зерга нет четвертой базы, то атаковать как-то очень опасно, потому что просто количество могут принять, и, соответственно, там... Ну, касс вот выгоднее дождаться как раз-таки апгрейдов, немного больше подкопиться. Тем более касс контролирует, пока зел наглуза, хотя здесь, конечно, ручь приходит. Касс делает массовый дроп на мейн. Ого, нифига себе. Минато делает забегание, но это забегание встречается пехотой с танками. Ой-ой-ой. Так, и касс решает все-таки дропами вернуться, или, по крайней мере, пока не зависли в воздухе, не летят никуда. Касс тоже перемещается в другую, идет по другому дорожке, как раз-таки линги, где пытались пробежать, но касс очень хорошо знает Минато, и поэтому... Сейчас, получается, атака в двух местах. Ну, здесь на мейне четыре королевы, но они, конечно, сейчас медивак могут подрезать, но нет. Но Минато и не медиваке фокусал, в общем, провал. Касс еще б стимпачился бы вообще вовремя. Хорошо, тут Минато дальше там транслюзился, конечно, королевами, но сразу не транслюзился в итоге. Касс думал, что слева наверху экспант зашел, там удивился, но раскладываются танки уже под центральный экспант. Один криптумор выжил, такой чуть-чуть. Один, да, сзади, в тылу. Ну, тут ультралы вышли, правда, еще без хитина, но хороший на ломке, кстати, от Минато. Да, на 130-150 по лимиту ультралы без хитина хоть один-то погибнет. Неа. Ну, сейчас и хитинг будет, как-то Касс здесь насливался. Причем Касс ставил очень много бараков с реакторами, то есть он рассчитывал, что там будет это масс-масс-машна, а там ультралы, против них надо больше уже сейчас тыклабы добавлять, мародеры. Хотя две факты, конечно, есть. Либераторы, да, две факты. Ну, на технику грейды странно, что Касс не делает с двумя факторями. По атаке бы делал, можно было бы по пару туров сюда миксануть, например. Да. Так, Минато улынет, походу. Он собирается продавливать. Ну да, он как бы собирается агрессивничать, но видит либераторов Касс в направлении третьей базы. Здесь, наверное, лучше не заходить, я думаю. А вот на вторую, может, имеет смысл, должно ломиться. Так, четвертая ЦС приземляется, но сразу теряет. ВМХП 0,1,3, точно. Ну, у Касс это делать с грейдом 2,2, у Минато грейды тоже 2,2. В этом плане такой квалитет. Здесь... Странно. Ну, вот в этот узкий проход так сейчас будет неудобно вообще Минато. Заходи, хотя Минато заходит, но там дальше танки просто. Да, там тут танки, бейлинги падают. И даже марики в итоге наваливают дэможик. И Минато отдавался здесь. Еще и ультрал один даже. И ушло 15 дронов, я и не вижу. Где они на третьей базе? На третьей, да. И на мэне еще дробь. Короче, Касс начинает разводилово. Просто конкретно 16 дронов, 17-18 падает. Да, тут вообще все очень плохо сейчас у Минато. И так-то было не сладко, да. Тут еще 3-3 база, 20 там, минус 19 рабочих. И большой выход. Но сейчас у Минато, конечно, преимущество, что они делают 30 грейд на атаку. У Касса не делается. Но при этом все равно сейчас армия очень большая. И есть либераторы уже. Соответственно, подойти к танкам. Вот здесь такой не очень широкий проход будет не так-то просто. Минато почти где. Перехитрил Минато. Ой, Касса, получается Минато. Вот он сбил дами. Ну и надо будет потом мне, конечно, у Минато спросить, почему он так разве делает разведку оверлордами. Ну ладно, это потом, потом. Когда температура ползет вверх, но градус ответственности не позволяет валить. Мне нужна двойная сила тарафлю. Чего-чего? Еще раз. Я до рекламы поперу, там температура вверх ползет. Блин, а как над вещей человека разбанить, когда я забанил меня вообще? Там где-то в каких-то... А, ну есть программа, это команда unban и никнейм. А, ну да, точно. Я так и раньше делал. Просто внутри захожу. Ну, кстати, ребята, кто вчера пропустил мой стрим, там выложил видео на ютуб с турнира, с кланвара, ссылки там. В группе скинул. Так, ну что, у нас 2-0, и похоже сейчас, ну, блин, не знаю, что-то у Минато сложно собраться. То есть такое ощущение, что будет 3-0 вообще. У Касса здесь просто получается, можно сыграть и в пехоту, и в механику, и там, и там надо, и то, и то надо как-то жестко контрить, а у Минато... Ну, не знаю, как-то не складывается игра, что ли? Такс. Да, что-то Касс прям как-то контрит. Ну, био как-то потяжелее для Касса, мне показалось, было вот это все, чем до этого. Ну, в первой игре-то, в первой игре, и согласен. Ну, в этом плане, вот как раз слабость лингов, что они очень сильно отлетают от гиллионов, от циклонов, тем более новые циклоны. Так, ну, Касс в этот раз опять играет через пехоту, а Минато играет прокси-хату. Ну, посмотрим, как у него это все получится. Интересный, наоборот, принимает наши игры здесь. Ну да, решил Минато. Павлаевски. Да, да. И вообще, кстати... Привет всем ребят, я читаю чат, но мы вдвоем комментируем, поэтому как бы... Тут просто такой прикол, что Касс не делает разведку, то есть, ну, от Минато ждать прокси-хату... Ну, вот из меня спросили, может ли Минато такое сделать? Да, я бы сказал, что да нет, нет, какое, когда Минато? Минато макро, тебе зерк, то есть что-то. А тут такая вот интересная заготовочка идет от Минато. Ох, ну вот так сейчас, сейчас рипер пролетит, интересно. Нет, 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 рипер получается не видит крипа и, соответственно, не знает, что здесь рядом. Хотя Касс как-то почувствовал, возвращается и находит. Да, нашел Хатукас, но он понимает прекрасно, что это проксироващи. Ну, вот через фактурки просто циклоном встроено, все отлично. А вот через два барака это добил Чезырло очень контриться, на самом деле. Ну, там, смотри, если сейчас бункер построится, то есть марики, мародеры с фугасами тоже нормально. Да, да, да. То есть они в целом, в целом очень-очень даже неплохо. Причем у Зерга получается очень слабая экономика. Вот, и роучи, ну, конечно, крип будет, это неприятно. Крип, но и факту надо побыстрее, потому что все-таки мародеры мародерами, а фаербулами будут закидывать стабильно, там, мне надо как-то граунд. Да, да, в этом плане есть такой минус. Ох, здесь сейчас может еще оверлорда, оверлорд, минус оверлорд. Ну вот это вообще халява, конечно, для кассы. Так, оверлорда, а, ну тут второй для кассы. Второй, второй. Запасной. Ой, репер, репер. Не обязательно отдавать было тоже. Да, да и то, что не обязательно, он важный юнит здесь при обороне, пока нет факты, он гранатки кидает, он разводить там может чуть-чуть. Выходит кассу, и надо стабильно, то все это, рампа точно будет, убито здание, кассу надо уже дублировать, начинать все там. Мината решает, что уже не пробьет, поэтому заказывает хатву у себя на натурале. Да, ну, кстати, странно, что ему тут... Ну, я не понимаю, да. Нет, как бы, можно было бы и побольше фаерболов-то покидать, зачем вот сейчас домой выходить вообще. Да, да, то есть можно было кидать. Ну, может быть, не хватает опыта тоже у Мината, потому что от Мината такие стратегии это очень большая редкость. И тут же тоже нужен опыт, то есть чувствовать как, что, где происходит. То есть это так вроде кажется честь, ерунда, там пять минут игра может идти, а на самом деле здесь очень много вариантов. Поэтому все тяжело просчитать, предугадать. То есть сейчас для боевых игроков. Но у Мината, конечно, вот прикольная тема, что крип, то есть здесь прям рядом крип, но это же хата тоже стоит. То есть хата на натурале позже, хотя у тирана тоже, соответственно, будет поздний экспан. Вот, но в целом, в целом по рабам сейчас у Кассы преимущество. Мината, конечно, сейчас сможет настроить рабов. То есть причем Мината делает уже evolution, то есть собирается делать какой-то быстрый грейд. Мината, кстати, интересно, он сейчас может цветной криптумер, который у него на натурале, вот, точнее, у Кассы на натурале, перекинуть на правую часть и, соответственно, спасти от скана, который будет светить до натурала. Потом, например, может быть даже вернуться. Я не знаю, вот через это кидает. Прикольно. Не, конечно, можно кинуть очень легко. Он даже можно с мейна там кинуть, как бы через эти кремнии. Не-не-не, кинуть-то можно, но я имею в виду, значит, там растекается крип. Вот если, например, с правого криптумер будет стоять, он будет ли перетекать на натурал? А, будет-будет, конечно, должен. Хотя хз, хотя хз, вот здесь не уверен. Но можно, пока не спав будет. В любом случае, если бы он выжил, лучше бы было, да? Ну да, да, конечно. Так, хз что-то нагло очень спускается до стимпака, там за 7 секунд. У Минат здесь много лингов очень. Нашел на лон. Опасно. Ой-ой-ой, медиваки, медиваки, буст. Твой фейл для хз, сейчас он просто берет и умудряется отдаться в самый момент, когда просто нельзя отдаваться. Вот, тем не менее, у него три барака работают. Минат доставит криптумера, чтобы проверить, будет там крип или нет. Нет, похоже, все-таки не пойдет. Нет, да, здесь не пойдет. То есть, если только подлить, там чем-то... Да-да-да, вернулся подлить, как раз таки разлить. А у них сейчас лейер-то настроятся у Минат. И пойдет такое распространение крипта. Второе пришествие. Не, ну по экономике, конечно, все равно у кассы все хорошо. У Мината, конечно, преимущество, что есть апгрейд на броню сейчас доделается. И крип, просто вот крип, конечно, по карте уже распространяется вообще. Кассу здесь просто светить, не пересветить все. Да, уже можно и забить на свет, идти вперед, либо рейвена строить надо было. Ну, реально, слишком много крипа. Ну, касс решает залететь либератором. Либератор через шифт летит на натурал к Мината. Мината делал довольно-таки ранний хайв. То есть, похоже, что это опять быстрый выход в ультрала. Касс здесь идет в сторону своего золота. Находят криптуморы, которые только здесь морфились. Либератор, быстро. Ну, вот Прокси Хаттл сейчас в плане крипа Мината грамотно его воспользовался. Еще здесь королева ходит, которая там гадит стабильно в тылу. Диверсант такой, да. Если в мини-карте посмотреть, я бы даже под вопросом была. Иначе... А чем... Что-что? Чем? Чем будет Мината отбивать выход-то этот? Смотрю просто. Ему просто нечем. Ну, то есть, он выходит в... Сейчас ми-кос пытается выйти в инфесторов, точнее. А в итоге ему просто... Танк-то Касс мог сконтролить, загрузить спокойно. Танчик сейчас не загрузил. Ну, тут и так что-то все плохо у Мината. Как-то прям очень плохо. Да. Скорее всего. Уж третья-то точно база погибнет. Скорее всего. Инфесторы без энергии. Ну, да. Если бы он на вторую атаковал, сразу бы не гнался бы. Может быть, он и выиграл. Потому что там как раз инфесторы выходили, они погибли. Скорее всего. Но у медиваков очень много энергии. Можно продолжать давить. Потому что либераторы на майне здесь заставляют сорвать рабочих там. Да. И инфесторы... Ой, инфесторы до готовности энергии. Минус четыре все. Это полная печаль. Пичкас что-то одним дропом прилетел и избил просто Мината здесь. Почему он пришел? Пришел же по земле. Ты же помнишь, он с танком же шел по земле. Да, да. Понимая, что ловить здесь уже, к сожалению, нечего. Ну вот, вообще, Кыр, конечно, удивил. Значит, Кыр занимает первое место, Каас второе. И, соответственно... Да, Мината вылетает, к сожалению. Ну а что поделать? Надо было Кыра пробревать. Но Кыра оказалось и Касу не просто пробрить. Вот. Что, буду закругляться? Там меня ждут сегодня люди тоже. Вот. Паш, спасибо тебе за компанию. Вот. Завтра, кстати, будет. Нет, что? Нейшн Ворс можно будет закоммитить. Ну, это рестрим как бы будет, получается. Я не знаю, кто там будет стримить, будет ли все там... Ты же еще играешь же будем. Одновременно или нет? А-а-а, точно ты же играешь. Точно, точно. Ну, значит, я буду стримить, а дальше по обстоятельствам. Когда ты там присоединишься, посмотрим. Да, да. Спасибо тебе, Сератор, за компанию. Все, счастливо. Пока. Пока, Паш. Ну что, пацаны, делаю стоп-старт, возвращаюсь к вам без задержки. Так. 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 Так.